Я начну с того, что происходит на Донбассе. Реально, после того, как я это все скажу, значит, я надеюсь, что Юрий Ульфович изложит картину, как она выглядит, ну так сказать, за пределами этой узкой рамки. И я что-то прокомментирую, то, что касается всего круга событий. Значит, вначале я все-таки скажу о Донбассе. Понимаете, в чем тут, с моей точки зрения, и плюсы, и минусы происходящего? Они заключаются в том, что система на Донбассе, в общем-то, начала складываться. Достаточно было выдернуть несколько самых деструктивных звеньев, совсем уже не занятых никаким, так сказать, соединительно-объединительно-созидательным процессом и действующих совсем на других основаниях, чтобы все остальное более-менее начало складываться. К моему глубокому прискорбию оно складывается по тому принципу, по какому все вообще складывается, если это не складывать. А я глубоко убежден, что если что-нибудь не складывать, не курочить, не вмешиваться все время, не, так сказать, оказывать на это постоянно какие-то воздействия, то оно складывается само наихудшим образом из всех возможных. Вот по какому-то своему наихудшему элементу. Я не могу это объяснить более формально. Вот я как бы не верю в невидимую руку рынка вообще. То есть я не верю в то, что она в итоге что-нибудь приличное складывает, эта рука. Вот этот принцип самоорганизации систем с большим количеством элементов, при которых в результате происходит что-нибудь стоящее, я не верю. Я это по жизни не верю. Я предлагаю каждому педагогу в классе или директору школы начать отпустить этот процесс и посмотреть, как он сложится сам. В учительской, потом в каждом из классов. Какова будет его динамика. Вот даже есть ли элементы, из которых он складывается, вроде ничего себе. Вот во что они не начнут складываться, оказываясь предоставленными самим себе. Но это же не значит, что они ни во что не начинают складываться. Они во что-то начинают складываться. Я выступил тут со статьей, которая называлась «Уступанты и оккупанты». Но есть ведь еще третья категория, она там была. Она была оккупанты и отступанты в одном лице. Значит, люди орали о том, что все надо оккупировать, и при этом отступали. Вот это самый такой ядовитый и разрушительный тип людей, которые вообще-то никак ничего не складывают, даже самым наихудшим образом. Вот их надо было любой ценой выдернуть, так сказать. Их выдернули, и нечто начало складываться. И оно складывается. Складывается такая грубая, не очень организованная, не желающая самоулучшаться ткань ополченческого движения, которая при этом вполне в состоянии выполнять задачи определенного формата. Она уже не является вот таким вот студнем, да, или какой-то такой вот кусочком тумана, или какой-то клубящимся лобочком, на который дунул, и оно улетит куда-нибудь, да. Ее уже нельзя разрушить так легко, как ее можно было разрушить 5 июля, когда я понимал, что вот одно вот это неверное движение, один вот этот, еще один удар, еще он прикажет там отступать из Донецка, из Царевков, и все рухнет, вот все завалится. Там нет ничего такого, чтобы задержало в самом себе вот какую-то такую жесткость, какое-то представление о том, что можно, а что нельзя. Вот оно все поволочется в любую сторону. Сейчас этого нет. Вот очень важно, с моей точки зрения, понять, что ополченческое движение как целое на, скажем так, 15 января, и это ополченческое движение как целое на 5 июля не имеют ничего общего друг с другом. Это абсолютно разные среды. Они иначе выстроены. У ополченческого движения в том виде, в каком оно сейчас существует, вполне есть свой резерв прочности. Оно уже себя осознало, оно уже пустило какие-то корни на своей земле, оно уже определилось с тем, вот что есть там Москва, что есть Ростов, что есть находящиеся рядом коллеги по этому движению. Все уже более-менее ясно, потенциал понятен, правила игры более-менее ясны. Ничего этого близко не было. 5 июля, когда все действительно напоминало, не хочется этих высоких аналогий, 22 июня 1941 года. Вот все внезапно и все куда-то бежит. Никогда не забуду вот эти толпы, так сказать, плохо организованных людей, которые катятся, вот как волна из Славянска в Донецк. И понятно, что с ними можно делать что угодно. Их можно так дунуть, они туда побегут. Дунуть, в другую сторону побегут. И что угодно сделают. Кинул любой лозунг туда, они его воспримут и начнут там бурлить. Ничего подобного сейчас нет. Не произошло ни того лучшего, о чем я мечтал, ни того худшего, что могло произойти, если бы ситуация 5 июля продолжалась. Произошло нечто среднее. Все устаканилось. Я много раз говорил, что задача сейчас вот таких организаций, как «Суть времени», да, а их там немного, поэтому можно сказать, прямо задача организации «Суть времени», заключается в том, чтобы понять, что всегда надо одной рукой удерживать существующее государство, а другой рукой его трансформировать. Что нельзя быть ни охранителем, ни революционером. В том смысле, в каком революционером, понимаем, там, здесь мир насилием и разрушен до основания затем. Потому что два дня разрушения этого мира будут означать, что на третий день здесь будет НАТО. Я бы сказал, три часа разрушения этого мира означает, что через три часа тут будет НАТО. И это не первое, не преувеличение. Это действительно так. Вот буквально этот мир невозможно рушить. Вы можете относиться к нему как угодно. Он может от него тошнить. Вы можете относиться к нему сдержанно. Вы можете его любить. Его все равно нельзя рушить. Ну, понятно, если любите, зачем вам рушить? Сказать, что я отношусь к этому миру, как он устроен, сдержанно, очень трудно. Я к этому миру отношусь крайне негативно. Но это не значит, что его можно обрушить здесь. Его здесь нельзя обрушить. Его нельзя было обрушить в 2011-2012. Его нельзя обрушить сейчас. Потому что, когда его рушили в 1917 году, то, во-первых, большевики его не рушили. Рушила его февральская революция и весь буржуазный класс. И это всем понятно теперь. Большевики пришли, как же все рушится-то, а что дальше? И дальше они начали как-то суетиться. Во-вторых, в момент, когда они его обрушили, всем было не до этих русских. Цепились друг к другу в горло намертво, под Верденом и везде. Делили Европу, засеивали ее миллионами трупов. Ждали, так сказать, американскую армию, которая придет в ту же Европу. Война шла на Европейском театре военных действий, чуть-чуть на азиатском. И все. Ну, русские, ну, они там что-то у себя устраивают. Главное, чтобы они там, ну, для кого-то не помогли немцам, для кого-то не помогли французам. Пусть они там как-то занимаются отдельно. Сейчас никакой такой ситуации нет. Президент Обама сказал, что он порвал в квачки русскую экономику. Я не понимаю, что он там порвал в квачки. Потому что для того, чтобы что-то порвать в квачки, оно должно быть. И тогда берут, рвут в квачки. А что тут можно порвать в квачки? Ну что? Значит, есть сколько-то нефти, газа и т.д. и т.п., которые все равно будут проданы. Они же обязательно будут проданы, правда? По той цене, которая есть. Можно эту цену сделать еще ниже. Сделаются две вещи в ответ на это еще ниже. Либо, так сказать, на обменниках появится курс, как бы должен сейчас появиться был, 90, а не 65, да, или 100. И как-то будет продолжаться жизнь. Все равно будут товары на прилавках, все равно будет что-то происходить. Либо начнется секвестер бюджета, что нам тоже обещают некоторые товарищи. Либо произойдет и то, и другое. И дальше что? Что значит порвать в квачки такую экономику? Есть ли эта экономика каких-нибудь супер-хай-тековских фирм? И там производство гиперкомпьютеров с какими-то там лазерными голограммами, то там можно щелкнуть, и оно развалится, да? Если все это безумно повязано на какие-то тончайшие финансовые потоки пятого поколения. Ну, продадут эту нефть. Ну, кому ему продадут? Ну, не за 40, так за 35. Ну, не этим самым европейцам, так китайцам. Все равно всю продадут до последней капли. И все бабки заберут. Дальше что с ними будет происходить? Я не буду описывать это. Многократно описывали газеты самые разные ориентации. Но что-то останется, и это что-то будет питать, так сказать, 140 миллионов людей. Да? Все. Что тут можно сделать? Это не та экономика. Значит, самая главная черта, как бы, перестройки, с которой это все время сравнивают, как бы состояла в том, что все любили Соединенные Штаты Америки. Все верили Западу. Имею в виду под всеми, ну, действительно, подавляющую часть активного населения. Все считали, что вот этот Запад я не любил. Я никогда не любил. Вот это такое грешно. Вот не могу полюбить это. Не любил это в 77-м. Люблю это сейчас. Ну, вот по определению. Но я видел, что вокруг меня 90% только этому и верят. Они считают, что вот там жизнь хорошая, что она правильная. Советский Союз сформировал такого травоядного потребителя. А рядом с ним сформировался там уголовный хищный. И на Западе сформировался какой-то другой хищник. Ну, вот этот травоядный потребитель, ну, он по определению, как только он стал потребителем, он должен быть съеден хищником. Ну, уже он был обречен на это съедание. Сделали его этим травоядным потребителем тогда, когда из коммунистической идеологии все напряженное, смысловое начало изъяли. Привели это все к удовлетворению растущих материальных потребностей трудящихся. То есть к потреблению. И так далее. Начиная с этого момента, все смотрели на этот Запад и говорили, «Боже, а какие там, говорят, товары, а сколько там сортов сыра или лифчиков?» И этого, и этого, и всего прочего. Это же просто рай земной, да? Сейчас ничего такого нет. Вот он сказал, что мы порвали, мы порвали экономику. Ах, ты порвал? Понятно. Зафиксировали. Ты молодец. Ты честно признался, что ты враг. И я вас уверяю, что существующее наше общество не просто не идеальное, а очень больное, тяжелое, так сказать, хмурое и, так сказать, начиненное всеми недостатками, которые только можно себе представить, оно при этом будет регулироваться в нужную сторону. Люди будут понемножку теплеть. Все время ощущение, что люди пытаются прижаться друг к другу, чем-то обменяться, как-то к чему-то подстроиться. Все вместе хмуро ненавидят эту Америку. Все все про нее поняли. Все уже рассказано. 90% это знает. Какая перестройка? Это первое. Второе. Советская экономика была очень сложно выстроенным зданием. Хрупким, с конструкцией. По ней можно было взять больную точку, ударить, и там началось что-то заваливаться. Простой пример. Прилавки, количество продуктов на них зависело от того, в какой степени части из них крадут. В какой степени им прикрываются или не прикрываются потоки этих товаров. Ну и масса других вещей. Правильно? Соответственно, их можно было очень легко сделать пустыми. Спрятал товары, вынес их на рынок, и они пустые. Сейчас всего этого сделать нельзя. Так или иначе, чуть ли эти товары, или чуть ли другие, они окажутся на рынке. Но при долларе, там, 100 рублей, все равно окажутся. Будет тяжело. Никто не спорит. Но это же не есть обрушение. Это не есть момент, когда все приходят и говорят, что же нам есть. Смотрю, на прилавке ничего нет. И что же дальше делать? Вот этот коэффициент, как бы, рубль-доллар, доллар-рубль, не важно. Сколько там рублей стоит до. Вот вам, пожалуйста. Он был 36. Стал он за 60. Люди это как бы заметили, вздрогнули. Я не скажу, что никто это не заметил. Ну что, началась какая-то, так сказать, обморок, всеобщий вопль, вой. Считалось, что все начнут сейчас рвать эти обменники, клубиться толпами. Ну, посмотрите, все спокойно. Представьте себе, что в связи с каким-то финансовым положением, там, какой-нибудь Валентин Павлов или кто-то в Советском Союзе выступает, говорит, товарищи, нам придется сократить зарплату трудящихся на 15%. Боже мой! Что бы началось, да? Ну, мы же понимаем, что сделано больше. И что? Создана достаточно примитивная экономика, порвать которую в кучу клочки невозможно. Она проста. Гораздо легче порвать в клочки экономику Соединенных Штатов Америки. Для этого достаточно два раза пнуть куда-нибудь, она повалится. Другое дело, что она повалится нам на голову. Поэтому еще вопрос, нужно ли это делать, как в 2008 году. Ну, вот, пожалуйста, они сейчас держат низкие цены на голову. У них уже первые слантовые компании загнулись. Значит, загнутся другие. Потом третьи. В Конгрессе сидят эти самые техасские ребята. Им это дело абсолютно не нужно. Оно нужно обрабатывающей промышленности. И то с трудом. Значит, через какое-то время техасский комплекс начнет оказывать противодействие. Начнет давить в противоположном состоянии. Эта штука вот так вот начнет биться между интересами обрабатывающей промышленности демократической партии. Интересами этого. Здесь ничего этого нет. Еще просто, ясно и понятно. Военно-промышленный комплекс плюс Саудовская Аравия на большой территории и с слишком большими населениями холодно. Вот и все. Это выстоит. И никаких вопросов. Порвали в клочки, ложись, сдавай. Ничего этого нет. Дальше Горбачев. Вот что хотите, говорите. Путин не Горбачев. Ну, это совсем, да? Люди с абсолютно разным опытом. Одно дело. Я все-таки считаю, что Маркс во многом был прав, когда говорил, что бытие определяет сознание. Только бытие, да? Не быт, а бытие. Что такое Горбачев? Это, во-первых, обком партии, да? Дальше двигающийся там в ЦК. Это непросто. Это Ставропольский обком. Это Ставропольский обком, которым в основном надо было принимать высоких деятелей политбюро в соответствующих санаториях, ездить, возить им, так сказать, подарки, развлекать их в соответствии с их весьма незатейливыми вкусами и такими непритязательными. Да все равно развлекать там тоже. Входить в доверие, подниматься, интриговать, да? Путин прошел совершенно другую жизнь. Там, в этой жизни, вот так, чтобы ой-ой-ой, пошли назад что-нибудь подписывать, мне это не полагалось, так сказать. Значит, этого не будет. И что будет? Это же серьезный вопрос. Теперь это Донецк, Луганск и так далее. Мне хотелось, чтобы там возникла настоящая блестящая регулярная армия, 1070 стоит. И все до сих пор находится в руках тех, кто там существует. Им ничего не стоит сложить в эту армию. У них есть для этого человеческий ресурс. У них есть для этого, как бы, техника, как бы, оружие. У них есть для этого какой-то внутренний даже позыв и все прочее. Конечно, этого нет. Близко ничем таким не пахнет, да? Но сказать, что ничего нет, тоже нельзя. Народ уже там приспособился к этим АГСам, там, мухам, там, чему-нибудь покруче чуть-чуть, бронетехники элементарные, да? Он ко всему этому приспособился. Что они будут там делать? Что там будет делать от Порошенко? По-крупной. Ну вот что? Их там в сумме от Порошенковских возможностей, да? Да? 80%. Их уже сопоставимое количество с теми. Ну, они выдвинут там, ну, какие-то все сказки там. Тысячу единиц бронетехники не будет. Ну, будет 300. Ну, все 300 сожгут. Не с разного. С большими жертвами-бардаком. С мутюками, с, как бы, прорывающимися частями, с воплями. Почему же тут говорили, что кто-то есть, а тут никого нет, так сказать. С ненужными жертвами, со всеми чем угодно. Но ведь сожгут. И никуда он не денется. Чем он будет стрелять? Пионами своими? Ну и что? Ну и что? Вообразить себе абсолютную дифферентность наблюдающих все это с территории России людей в форме. Мне так же трудно, как и все эти сказки о том, что они там сражаются вместо ополченцев. Никто не очищал этот, так сказать, аэропорт, кроме самих ополченцев. Они его очищали, они его расковыривали, все орали, почему не расковыряли, почему не быстро, почему... Вот вы зайдите в такие катакомбы, как там есть, так сказать, где сидят люди, так сказать, с полностью зарядами, которые могут перебегать с одного угла этих катакомб на другие. Вы представьте себе, что такое-то терминал с подземными сооружениями. И посмотрите, что такое оттуда выковыривать. Это тяжелый неблагодарный труд. Ну, курочка по зернышку клюет. Сегодня выковырили пять киборгов, завтра 15 киборгов. Оглянулись – нет киборгов. Начали стрелять. Ну, стреляйте. Оттянули части чуть в сторону. И лунный пейзаж, который появился на месте аэропорта, стал еще более лунным. Еще сто воронок. И что? Начали выдвигаться. Собрались и зашли в гости на эти места. На четвертом этаже подземном. Что вам пион, что вам вакуумный заряд? Уже не имеет значения. Там можно долго сидеть. Силой, вооруженной техническим преимуществом страшным, невозможно раздавить это все. Потому что этого никто не вытерпит. Россия этого не вытерпит. Мир этого не вытерпит в конечном счете. Потому что это надо уничтожить полностью Донецк и все прочее. Кстати, имеется достаточно сил внутри самой Украины, которые не хотят срывать Донецк до основания с предприятиями и всем прочим. Это тоже понятно. Кто-то хочет, потому что конкурента не будет. А кто-то не хочет. Возникла ситуация стратегического пата. В отличие от ситуации июля, когда ситуация находилась в панике, разгроме и клубилась вокруг стопроцентной провокации, как говорят, оккупанты плюс отступанцы в одном лице. Значит, вот это вот в одном флаконе исчезло быстро. Под вопли о наших негодяйствах и всяких злых силах в Кремле. Оно просто вылетело и переместилось в интернет. Где и живет в нескольких ипостасях. Что касается всего остального, что живет в реале, она начала смотреть друг на друга и говорить, значит так. Через какое-то время, говорю, образовалась эта грубая ткань. Единственное, что обидно, что она не становится тонкой. Она не становится идеологической, соответственно, она не становится социально-мобилизационной. Она не становится гуманитарно необходимой. Она не становится по-настоящему организованной. Она даже в военном отношении все равно несет на себе пока что неизымаемый отпечаток партизанщины. Тяжелой партизанщины. Это нерегулярная армия. И вся мечта там моя, чтобы она действительно стала регулярной. Вот она станет, тогда все проблемы будут решены. Но ее хватит на то, чтобы сжечь 400 танков. Хватит. И 500 она сожжет. И не нужно для этого никаких там русских, так сказать, никаких там десятков тысяч людей, которые будут это все, так сказать, там, курочить уже тяжелыми видами оружия. Уже не нужно. И поэтому все эти разговоры о том, что это вы все время там стоите, это все там какие-то спецназы, морпехи, это туфта. Нет там ни спецназа, ни морпеха в этом аэропорту. Но там уже и киборгов нет. А то, что этих киборгов нет, надо объяснять тем, что там спецназы и морпехи, и вообще, не знаю, русские новых боевых роботов изобрели. И там заслали в огромном количестве. А там живые, так сказать, незатейливые, не слишком организованные, нетрусливые люди. Мне кажется, что при том, что мысль моя предельно незатейлива, она не доходит до сознания людей. Вот нету понимания, как быстро социум привыкает к войне. Он сразу к ней не привыкает. Вот этот праздник, так сказать, апрель, май, июнь, вот эти все, так сказать, подвиги, курьезы, там танки, которые сгоняли с маршрута, толкая их женским животом, так сказать, и так далее. Вот это все, это еще не привычка. Это сквозь сон. Это непонятно еще, как себя вести. Ой, выстрелили, ой, матушки, что ж такое? Ой, матушки, опять. Теперь третьего раза никто не ждет. Выстрелили, откуда? Оттуда. Ложись, ползи, под пол, сюда. Это другие привычки. Там, как бы, ну, все же знают, что после, там, пяти лет войны там, как-то хлопушка, и уже оборот назад, и, ну, понятно, да? И принятие боевой позиции с тем, чтобы атаковать противника. Невозможно отвыкнуть. Сильный хлопок выхлопных газов с машины, и уже все, да, автомат. Противник справа. Все привычки, все знают, что надо делать. Когда дом разбомбили, переходите в соседние. Это все ужасно. Это все трагично. Это все нестерпимо. Это больно за людей. Это никаким образом невозможно принять, вот, без какого-то состояния постоянно, вот, так сказать, кровоточащего сердца. Но это сложилось, понимаете? Так же, как оно складывалось везде, в Абхазии, в Карабахе, в том же Приднестровье. Только забудьте про Приднестровье в одном смысле, что это раз в сто интенсивнее. Это больше и интенсивнее, и беспощаднее. Но никто оттуда уходить не собирается. Там сложилась норма жизни. Вот она, норма. Не было этого в июле. Третий раз говорю, в июле этого не было. Была мирная жизнь с такой вот аффектацией. Пух, пух, пух. Где-то в Славянске уже сильно замешанная на крови. И все равно такая. Была бы она другая, никто бы не снялся, не ушел из Славянска. Реконструкторская была такая жизнь. Приехали, постреляли. Такой большой спектакль. Длинный, затянувшийся. Сейчас русские войдут, спектакль кончится. Живем, так сказать, при московской администрации. Говорят, что более спокойно, меньше воруют. Тоже воруют, но не так, а поменьше. Потому что так, как украинцы, это вообще невозможно. Значит, превысить эти рекорды, побить невозможно. Тут все сразу, да? Значит, соответственно, вот это вот ощущение и было. Поэтому среди этого, вот тогда вот этот вот свал знаменитый из Славянска, паника, вопли, визги, и вся эта рыхлая ткань могла рассыпаться. Теперь она уже не рассыпется. Все. Весь вопрос заключается только в том, можем ли мы какими-то человеческими воздействиями, сколь угодно сильными и деликатными одновременно, улучшить качество этой ткани. Чтобы существовали мобильные группы, которые передвигаются по второму эшелону и готовы непрерывно идти на помощь первому. Чтобы оборона была закреплена правильно, фортификационно. Чтобы люди были как следует оттренированы, чтобы оружие было высшего класса, чтобы на каждую ячейку придавалась бронетехника и так далее, тому подобное. Потому что все это есть. Все есть. Вопрос только в том, чтобы расставить это правильно по позициям, по эшелонам, организовать управление и так далее. Но это кажется вот здесь в зале, что это легко сделать. Понимаете? А в партизанской системе, в системе партизанских привычек это уже трудно сделать. И чем больше они будут складываться, тем труднее это будет сделать. Но хватит даже этой партизанской мелкоячеечной ткани, постепенно, постепенно, чуть-чуть соединяемой вместе, даже ее, в принципе, хватит для того, чтобы замочить собственные усилия Порошенко. И никто не дрогнет, и никто одномоментно не побежит, и не будет кричать, кто там слил, кто там слил или не слил. Возьмут соответствующие виды оружия и начнут соответствующие виды работы. И, конечно, в среднем, ничего не хочу сказать, призываю всех не глумиться над украинской армией, потому что, на самом деле, вполне она не такая отвратительная, как это может казаться из анекдотов, да? Но, конечно, в среднем, в среднем ополченческая военизированность выше по качеству, чем то, что ее штурмуют. А оно будет штурмовать людей, находящихся в обороне. И что будет? Еще 10 изданий разрушат. Но разрушат и что? То есть горе большое, страшное, сердце кровью обливается. Но с точки зрения происходящей операции, ничего. Значит, это вот здесь застряло, понимаете? Оно вот здесь буксануло. Вот есть этот очаг, и есть вся эта, так сказать, мировая система сил. Да, и есть еще Луганск. И вот это все существует вместе. Рисую здесь не географически, а просто как два элемента. Ну и что? А здесь есть ленточка. И тоже что-то есть, да? И совсем оно небезучастно смотрит на то, что здесь происходит, что естественно. Ну и что? Это может продолжаться хоть 10 лет. Для того, чтобы это победило, надо наводить окончательный порядок. Если это долго будет совсем разлагаться, опять в слизь, тогда оно может и рухнуть. Но в сегодняшнем состоянии это такая, ну как высохшая кожа на ботинке. Это вот что-то такое вот, чуть-чуть скукожившееся, так сказать. Ну оно держит, ее там вот иголкой не проткнешь. Все уже есть. И все научились этим пользоваться. Как-то. Плохо, я согласен, плохо научились пользоваться. Но научились, понимаете? Можно три года в учебке, а можно восемь месяцев в системе боевых действий. Кто плохо учится, те уходят, а все остальные остаются. Возник вялый, тлеющий конфликт. Вокруг этого конфликта пытаются давить на Россию. С тем, чтобы вот сейчас, а мы санкции введем. А мы там вас куда-нибудь не пригласим. А мы вам пальчиком погрозим. А мы там кого-нибудь из ваших элитариев, так сказать, денег лишим. Но все это... Вот здесь все прошло обучение. Оно прошло вот эту инициацию кровью, скепсисом, боями, поражениями, взаимными распрями, взаимными договоренностями. Все уже выкипело в этом котле. Выварилось. Но и в этом котле все тоже выкипело и выверилось. Все знают, что когда, так сказать, наезжают, надо говорить сам козел. Прошли 90-е годы. Это не профитбюро ЦК КПСС. Верить нельзя. Если у отдельного товарища или господина отняли деньги, то можно это оплакать. Ну, ничего, парень не слабый еще заработает. Сочувствие. Если у всех, да, отнимут, то жизнь есть. Территория большая, ресурсы есть. Как-нибудь перебьемся, да? Кто послабее нервами, пусть убегает. Значит, есть возможность отсюда выбежать, да? Значит, оно сюда. Ну, и вот теперь вы посмотрите на эту картину глазами господина Обамы. Есть репартаменты Соединенных Штатов, европейских лидеров и кого-то еще. Вот. Все. Эта кость торчит в горле. Надо соглашаться, да? А соглашаться нельзя, потому что только согласись здесь, да? На что угодно. Значит, в составе там Украины, в виде там конфедеративного такого субъекта, да? Подписывающего договор. Во-первых, для этого нет Конституции. Во-вторых, на это, как только это будет сказано, там во Львове скажут, это красивая игра, пацаны. Давайте и мы тоже. Значит, появятся там три Украины. Зная братский украинский менталитет, мы понимаем, что они недолго просуществуют как одно целое. Они скоро будут существовать как три разных, да? И как раз за что боролись, на то и напоролись. Значит, это подписать невозможно. А ой, какой ужас. Что ужас? Если 10 тысяч людей оденут форму и со всем этим оружием и так далее, будут собой означать силой самообороны, так сказать, некоторого субъекта, который сам избирает президента, сам избирает парламент, сам создает милицию, сам определяет, как он будет обучать и так далее и тому подобное. А что ужас-то? Просуществует это таким способом не больше двух лет. Они понимают, что они не могут это дать. Это мы можем дать Чечне возможность существовать, да, и строить там мечети. Потому что есть какое-то внутреннее ощущение резерва силой, да? Все-таки 140 миллионов, да, понятно, да, на гораздо меньшее число. Здесь это 7-10 миллионов. Чуть не треть оставшегося государства. На чем все время держалось ощущение превосходства? На том, что на Украине есть около миллиона людей. Оставим в стороне вопрос о том, кого сейчас свели с ума. Во-первых, никто не знает точно, в какой мере свели с ума основную часть Малороссии, которая захотела там плясать, чтобы не быть москален. Сделали ли это под дулами западенских автоматов? С помощью ли телевидения, что они рехнулись там? Или чего-нибудь еще? Но мне-то кажется, что главная сила ситуации, вот в Вивкове Кучмы, или там, не важно, кого там, Кравчука, да, или вот потом там Ющенко, заключалась в том, что рыхлые 30-30 чем-то миллионов, внутри которых один плотный миллион, делает, что хочет. И это вот примерно западенская сила. Это действительно сила старой, столетней ненависти. Убивали их, убивали они. Была это пропаганда, была эта страсть. И они были как-то сплучены. Внутри них особо сплучены были греко-католики, вот эта бандеровская группа, окружающая вторым концом, и вот эта третья. И она оперировала. Почему? Потому что по ту сторону была абсолютная рыхлятина, понимаете? Ну, все, кто туда ездили, видели, что такое это рыхлятина. Поэтому в этой рыхлятине миллион мог делать, что хотел. А теперь, если рыхлятина и перестанет быть 7 миллионов, или даже 5, то что будет с этим-то миллионом? Он окажется не в ситуации уникальности, когда он один сплочен, а все остальные, черт знает что, когда он один готов убивать, а все остальные говорят, ой, родники, только ты там наш детсадик не разрушай. А когда на каждый его выстрел, 5 выстрелов, так еще не было в истории Украины. Не было этой самоорганизации Востока в такой степени. И вопрос не в ее качестве, по отношению к которому я могу высказать претензий больше, чем каждый здесь сидящий. Вопрос в том, что это уже есть. Вопрос в том, что когда приходит Бандеровец, и говорит, я там этот самый западанский, этот, как бы, герой, и слава Украине, героям слава, ложись все, сейчас перестреляем малых, больших, родники, ой, что же творится, ой, где же русские? Теперь в ответ на это, на это, как бы, то ли из подвала, то ли из боковой комнаты, раздается очередь из ПК, пулемета Калашникова. Никакого оптимизма в моих словах нет. Мне кажется, что я пытаюсь вам передать мое с трудом выстраданное, так сказать, очень нелегко выстраданное чувство реальности. Теперь вот эта реальность, какая-то кость для Обамы. Обама выступает, как продолжается выступать человек, который уходит, и который отвечает за демократическую партию, который в 16-м году выборит. Это значит, что проходит еще 10 месяцев, и начинается предэкстаз. Потом он переходит в экстаз. Обамы уже нет. Им нужно сказать, что демократическая партия все сделала и порвала российскую экономику, как тузик-тряпку. Он не хочет при этом говорить, что сначала они наехали на Сирию, их оттуда послали, как шелудил их псов. А потом выяснилось, что все, что они собирали там в Сирии, наехало на них в очередной раз. Что они сначала с Аль-Каидой устроили себе самим удовольствие, а теперь устроили с этим исламским государством. И по одной и той же схеме. Два провала американской политики. Полный провал этой самой африканской весны. Колоссальный провал в Египте, где клубились, клубились, орали, орали про этих братьев-мусульман, потом вернули авторитарную военную власть по отношению к которой власть Мубарака. Это демократия сплошная. Он про это-то говорить не может. Но еще он должен сказать, что порвали все в квачке. Чего порвали? Куда порвали? В каком смысле? Плохо то, что действительно мы с вот этой схемой стали главным врагом для них и что они не могут позволить ей долго состояться. А вот это меня тревожит тем, что она безумно напоминает Испанию. В каком смысле? Анархисты – это анархисты, да? Республиканцы – это республиканцы. Коммунисты – есть эти, а есть еще троцкисты, да? И никого нельзя привести к одному знаменателю, понимаете? Если бы Советский Союз ввел войска в Испанию, я не понимаю, как, кто бы там приплыл и каким образом эти корабли могли доплыть, чтобы их не потопили, но предположим, что это как-то сделал, да? То сама испанский народ и испанские партии сказали, зачем нам это удовольствие? Это наша война. Кто-то из них ориентировался на Францию, Англию. Кто-то нас безумно боялся, как анархисты и все прочие. И клубилась вот эта вот, все это партизанщина, неизбывная партизанщина. Тогда, конечно, если здесь будут построены какие-то регулярные армии, то они, конечно, могут это взять. Но откуда они построены-то? НАТО сюда не войдет. Как только сюда войдет НАТО, заявляя ее ответственность, этого никогда не будет. Сразу же вот здесь будет находиться русская. Регулярная в учебе. И никакой президент не сможет этого избежать. Значит, НАТО здесь не будет. Значит, здесь тоже клубится. И тогда возникает вопрос, кто быстрее порядок-то наведет? Кто быстрее создаст что-нибудь по-настоящему? И там стоял, кто это сделает? Все эти коммунисты, троцкисты, там анархисты и все прочие, республиканцы? Или это сделает Франко? Франко успел. Франко и марокканцы успели навести порядок здесь раньше, чем это, так сказать, договорилось между собой. И встало в единый шеренге. И все у них было. И население было. И страсть была. И советские самолеты были. И техника была. Не было одного окончательной дисциплины. Вот как только ее не стало, вот эта вся система как бы смогла ее выдавить. здесь вот сейчас идет страшная война за порядок. Не в массе вопрос. Не в том, что тут трехкратное преимущество. Его недостаточно для того, чтобы выиграть. вопрос заключается в том, это трехкратное будет на какой коэффициент порядка помножено. И это единичка будет на какой коэффициент порядка помножено. Вот здесь, здесь все. И это мировой узел. Теперь вторая часть, которую я хотел сказать, что это за мировой узел. Вот смотрите, есть процесс. И в процессе участвует дофига всяких элементов. Групп, группочек. Все чудо. Они клубятся, сталкиваются там друг с другом и так далее. А дальше есть силы воздействия на процесс. Они есть уровня 1, уровня 2, уровня 3, сколько угодно. Значит, во-первых, сам этот процесс обладает самостоятельными, так сказать, свойствами. Во-вторых, каждый из этих уровней воздействия воздействует. Этот так, а этот так, а этот еще как-нибудь так. происходит натуральная каша. Потому что на одном уровне воздействия хотят просто ограбить эту Украину и создать там какую-нибудь проблему для Европы. На другом уровне воздействия хотят любой ценой разрушить Россию. Без войны обеспечить там мятеж и все прочее. А кто сказал, что на каком-то уровне вот здесь вот не хотят ядерной войны? Вот для меня лично вот эта аксиома «Никто не хочет ядерной войны» просто смешна людей, которые ее хотят. Относятся к ней совершенно спокойно, как к бытовому фактору и считают ее крайне оздоровлительной для человечества. Поэтому разговор о том, что вот этих людей нету, это абсолютно смешно. Есть они, находятся они вот здесь. И может быть вообще не считают, что только этой война и есть выход в условиях общечеловеческого тупика. Значит, кто-то хочет этой ядерной войны и тогда вот весь процесс, который я описал, никуда не можем пробить пробку, не можем, не можем, а пока не можем пробить пробку, у нас все валится, валится, валится. Давайте сюда кинем пять зарядов или еще что-нибудь. Мне скажут, нету настолько сумасшедших людей, дорогие. Давайте взглянем спокойно, как за последний год изменился уровень сумасшествия в элите. Вот вы посмотрите на лица этих лидеров мирового сообщества, которые собрались там скорбеть по поводу этого шарлебда. Вы просто внимательно посмотрите на их лица. Во-первых, они не в себе. Я понимаю, что Натаньялу приедет как бы объединять какие-нибудь силы против исламского радикализма, даже если нужно будет рыдать над педофилом. Ему совершенно все равно. У него обязаловка. Но посмотрите на этого аббаса, который уже ничем не управляет, потому что всем управляет Хамас на территории. И вот он стоит. И стоят какие-то еще там темнокожие. И стоят рядом с ними эти. И кто-то падает в обморок от рыдания, от бесконечной скорби и всего прочего. Они все собрались. Они выдумали бредовый, сумасшедший лозунг, что мы все идентифицируемся с ними. Не знаю, не будет казалось, в истории человечества этого не было. Они выдвинули миллионные толпы во своих, когда никогда раньше никто из более-менее адекватных лидеров не осмелился бы вывести ни один митинг. Кто-нибудь выводил митинги, когда взрывали самолеты и когда, так сказать, взрывали метро? Кто-нибудь в голове могла быть идея выйти и сказать, там нет исламскому радикализму в Москве? Вдруг посреди этого в гипертолерантной Европе, который все время говорил, все можно, все можно, и по ранжу можно, и это можно, и это можно. Они выходят, и впереди стоит 30-40 сумасшедших, которые вообще где-то отдельно сбиваются в переулк, чтобы их снимали, потому что понимают, что их могут перестрелять. Которые смотрят на это все кем-нибудь, у которых глаза вращаются, как в фильме «Ну погоди, Зайца». Вот это все вместе. Это что такое? Это не сумасшествие. Вот что бы, кто бы не хотел. Но это же сумасшествие. Сам этот подход, это сумасшествие. А этот поляк, который сказал, что поскольку Украинский фронт освобождал осведцев, это значит, что это делали украинцы. А если бы это делал Прибалтийский фронт, или как он там назывался? Первый Балтийский, Прибалтийский назывались, Первый Прибалтийский, значит, это делали Балтийцы. Так значит, Тогда мы не оккупировали Прибалтику, потому что я освобождал Балтийский фронт. О чем речь? Но это же невозможно было 10 лет назад. Вот это чудовищное, абсолютно какое-то бредовое сочетание неадекватности, безграмотности, произвола в высказываниях, какой-то такой неконтролируемой злобой. Вот это же все было невозможно. И это ювенальное безумие было невозможно. Значит, что-то клубиться, помимо того, что они выстраивают конфликт цивилизации или что-нибудь еще, раскачивают процессы, пытаются перевести человечество в новый формат и так далее и тому подобное. Помимо того, что, как я уже говорил, я устал об этом говорить, если людям говорят, ты либо Шарли Эбдо, либо его противник. Кто не Шарли, тот с Бен Ладеном. Огромное количество людей скажет, мы с Бен Ладеном. Более того, мусульманин, который скажет, я Шарли Эбдо, заведомо выбывает из игры. Умма его не поддержит. Значит, тогда даже если он и скажет, я Шарли Эбдо и все что угодно, в результате всей этой замечательной вещи только Бен Ладен побеждать будет. Хамас скажет, вот вам говорили, что этот Аббас ничего не стоит. А вы нам не верили и говорили, что все-таки тоже человек. А теперь смотрите, он стоит рядом с врагами человечества и вместе с ними им, так сказать, лишат подметки. Кто человек? Хамас. Вперед, все к Хамасу. Значит, они просто загоняют под радикалов этот миллиард. Они его весь радикализируют. У них есть средства бороться с ним? Какие? Какие средства бороться? Они все продемонстрировали в Ираке. Они хотят все это получить то же самое в Иране, в Пакистане и в Малайзии, что ли. Какие средства? Уничтожение 500 миллионов с воздуха? Что имеется в виду под средствами? Значит, они просто поднимают на себя вот этот вал. И что там будет дальше? Где здесь злая воля? Которая совершенно даже не собирается думать о том, чтобы... Ну, мы понимаем, что не должно быть ядерной войны. А может, он хочет ядерной войны? А где здесь просто сумасшествие? Невиданное, которого еще не было. И ровно то же самое сумасшествие к убийце здесь. Но он пульнул 40 раз пионами. Или сколько? 20. Это большие такие самоходные орудия совсем. И что? Зачем он это сделал? А почему кто-то считает, что он это зачем-то сделал? Он бесится. Он ругается. Не просчитывает ни последствия, ни мировоздействия. Ничего. Он идет вот этот базар. И он будет нарастать. И вот это место, где мы не можем добиться настоящего порядка и всего прочего, что и есть трагично-то, как было трагично в Испании. Вот это место. Есть узел мирового процесса. Потому что сломать его обычными методами нельзя. Поймите, да? Значит, надо применить чрезвычайные. Ну, или любые чрезвычайные методы, которые будут применены для того, чтобы его сломать, ответом будут чрезвычайные методы, которые будут применены отсюда против чрезвычайных методов. В чем по большому счету задача российской стороны? Она вовсе не в том, чтобы по любому поводу, так сказать, отпихивать ополченцев и бежать, и вместо них стрелять. Задача в том, чтобы сказать, будут войска НАТО, да? Был бы о нем полностью. Всеми видами тяжелого оружия. Тогда войск НАТО не будет. А их задача, повысив коэффициент организованности и всего прочего, разобраться с этой местной, так сказать, не такой уж сильно охочей, да, кровопролития. Ну, как бы, сущностью. И главное, чтобы мы сдержали тигра, который может сюда. А с этими шакалами они должны разбираться сами. Но чем больше они разбираются, еще аэропорт, еще Песка, еще 3-4 пункта, тем больше они понимают, что единственное, что можно сделать, это что-нибудь чрезвычайное. У них нет даже никакой возможности, но они понимают, что они что-то-то должны сделать. Зима-то идет. Народ этот украинский нищает. И постоянно ему 10 лет объясняют, что все дело в русских невозможно. Такие аргументы 10 лет не слушают. Это можно сделать в разгоряченном виде 6 месяцев. Потерпите, потерпите. Называется срочка вознаграждения. Сейчас разберемся, и все будет хорошо. Но в затяжину это не играет. Значит, через какой-то момент этот чрезвычайный фактор войдет сюда, и тут же будет ответ. А предположим, что ответа не будет, и чрезвычайный фактор этот сметет. Тогда взрыв будет уже на территории России. Или в Крыму, что то же самое. Мы существуем в ситуации медленного вползания в крупное неблагополучие. Все, на что мы можем рассчитывать, это как можно быстрее создавать здесь структурные условия, которые объяснят противоположной стороне, что придется, придется заключать договора. Придется. Если этого не сделать, и не сделать здесь эту силу такой, чтобы она могла решительно победить в общеукраинском масштабе, то мы медленно затянемся в воронку супермасштабного конфликта. Ровно об этом же говорит и то, что я здесь рисую с этим делом. Потому что и элементы самого процесса будут тянуться в сторону конфликта, и эти воздействия, будучи разнонаправленными, будут этот процесс разогревать. И рано или поздно вот это воздействие станет генеральным. У нас есть максимум два с половиной года на то, чтобы каким-то образом исправлять это мировое небогополучие. А самое тяжелое в этом мировом небогополучии, что отсутствие реального выхода из сложившейся ситуации одновременно с этим как бы соединяется не напряжением мозга, не как бы мобилизацией холодного и одновременно какого-то такого напряженного ума, который пытается искать выход, а безумием. Чем больше ситуация требует разума, тем меньше его становится. Сложная ситуация, нужно много разума, его мало. Она становится суперсложной, нужно огромное количество разума, а его еще меньше. Наконец, ситуация становится скриптическая, нужно вообще запредельное количество разума, а его количество равно нулю. Тогда начинает срабатывать безумие. Ну, я завершаю, скажу, что эта ситуация в аэропорту была совершенно не маленькая, потому что в зависимости от того, как она разворачивалась, действительно вопрос возникал в том, как бы кто кладет какие, так сказать, карты на стол переговоров. А в конечном итоге, чтобы понимали все, любая война – это просто добыча карт для стола переговоров. Зачем мы так штурмовали Берлин? Потому что не получив карту взятого Берлина к 9 мая, мы получали на столе переговоров в виде карты договоренность с частью нацистов. Зачем мы вообще выходили за пределы собственной страны или тех территорий, которые мы хотели взять, и двигались, так сказать, в сторону Берлина? Потому что если бы туда не двинулись, рано или поздно замирение Германии и всего этого блока произошло бы. Значит, в тот момент, когда в топку войны кидались еще сотни тысяч жизней, они кидались не потому, что кому-то хотелось, честолюбиво к дате, положенной взять, так сказать, Берлина. Потому что не взятие Берлина к определенной дате означало наличие переговоров о войне против нас между Патоном и всеми этими немцами. И тогда мы получали гибель не ста тысяч своих солдат, а миллионов. Поэтому, сражаясь за каждый клочок этой земли, добывая каждое лишнее очко в виде аргумента в пользу того, что придется тебе, дядя, придется тебе отъехать, потому что ничего ты сделать здесь не можешь, показывая, что ничего они не могут сделать всему миру, наши воины-ополченцы, как бы плохо ни было обоградовано ополчению в целом, они, как бы, так сказать, своей кровью меняют ход мирового процесса. И в этом смысле я хочу сказать, что не потому, что мне бы хотелось так сказать, а потому что это действительно так, наши товарищи погибли совершенно не напрасно. Они погибли как герои, вечная им память. И нам всем вопрос один, чтобы дальше все развивалось таким способом, как мечтали наши товарищи, и чтобы мы смогли своими собственными силами останавливать какие-то процессы, а не растерянно наблюдать за тем, как они разворачиваются. На этом моя вводная часть завершается. Предлагаю, Юрий Юрьевич. Я сегодня хочу затронуть две проблемы, которые представляются наиболее важными с точки зрения экономических перспектив России и мира. Это, собственно, проблемы российской экономики в ее нынешнем состоянии и проблемы нефтяного рынка. Начну с российской экономики. И, прежде всего, загадки взрывного, так называемого, обрушения рубля в декабре. У меня нет никаких сомнений в том, что это обрушение было рукотворным. Вот мы видим динамика курса доллара и динамика цены на нефть. Мы видим, что никаких катастрофических событий на нефтяном рынке в это время не было. Это вот одна и та же дата. И никаких оснований для того, чтобы вот этот взрывной всплеск доллара был с точки зрения рыночных факторов, не было. То есть явно было обрушение рукотворным. Так что это было? 15 декабря было проведено кредитование банков российских со стороны Центрального банка, так называемые аукционы валютного репо. На пять и еще на полтора, то есть на беспрецедентную сумму 6,5 миллиардов долларов. Причем это кредитование, эти аукционы проводились под крохотный процент, 1% годовых. Такого почти не бывает. И на беспрецедентный срок, один год. То есть вообще-то операции репо, это краткосрочное кредитование, обычно день-два, максимум неделя, грубо говоря, перебиться до следующих финансовых поступлений банку. Здесь один год, а не максимум неделя. А на следующую ночь была скачком повышена ставка рефинансирования Центрального банка. Эти два фактора вместе, два события, не могли не вызвать панику на валютном рынке. И теперь вопрос. Как и зачем это производилось? Сомнений нет, что это кризис рукотворный, сомнений нет, что главный автор ЦБ и Минфин, главные авторы, зачем? Есть несколько объяснений. Первое объяснение ЦБ тратил валютные резервы для спасения от краха, от полного коллапса банковской системы. Действительно, она была в крайне тяжелом состоянии. Очень многие, в том числе крупные и крупнейшие банки, находились в, ну скажем так, в финансово-валютной недостаточности, отток вкладов населения. Раз. Второе. Было налицо глубокое взаимное недоверие в банковской системе. То есть доверия в банковской системе такого глубокого никогда не было. Но тем не менее, такого, чтобы никто никому не верил и никто никому не давал денег в долг, такого не было крайне давно. Фактически прекратилось так называемое межбанковское кредитование. Межбанковский рынок исчез. На нем предлагали кредиты, обычные типичные ставки на межбанки, там у нас на день перехватить, там 4, 2%, 5%, 30, 40%. На меньшее никто не соглашался. То есть по таким ставкам и на таком уровне недоверия действительно банковская система не была очень давно. Второе объяснение. Это была раздача валютных резервов Центральным банком, определенным финансовым и промышленным корпорациям. Для чего? Для того, чтобы спасти их, эти корпорации и банки, от отъема активов кредиторами. Действительно, рейтинги падали. В условиях обрушения фондового рынка некоторые кредиторы могли потребовать либо досрочного погашения долга, которые накопил наш контрагент, или резкого увеличения тех пакетов акций российской корпорации, которые были отданы в залог за кредит. Отдали уже в залог за кредит 40%, кредит отдать не можем, а кредитор требует отдать еще 15%. То есть фактически перевести корпорацию свое владение. Надо спасать. И якобы Центробанк занимался именно таким спасением наиболее кризисных, наиболее критических, наиболее важных банков и корпораций. Есть и третье объяснение, отчасти конспирологическое. Якобы на фоне резкого падения стоимости акций российских корпораций на биржах, западные владельцы начали эти акции массировано продавать, в том числе за бесценок, лишь бы поскорее избавиться от проблемного актива. Ну, действительно, это типичная ситуация для фондовых рынков, когда они начинают обрушиваться. И якобы, повторяю, определенные российские контрагенты получили валюту от Центрального банка для того, чтобы эти упавшие продаваемые акции поспешно скупать. И якобы таким образом сумели резко снизить зависимость российской экономики от западного капитала, то есть освободить от долговой кабалы и от западной финансовой зависимости главнейшие наши фондовые активы. Те эксперты, которые об этом пишут, утверждают, что это уже на самом деле не первый, а второй прецедент вот в прошлом году, что это было дважды. Значит, вот в марте, когда было присоединение Крыма, тоже был подъем доллара, хотя, конечно, не такой, и одновременно резкое падение в цене, особенно была на лондонской бирже лихорадка, на нашей РТС бирже была лихорадка, резкое падение в цене активов. И якобы тогда тоже были скуплены активы за деньги Центрального банка, ну, конечно, меньше и менее скандально, чем сейчас. А вот якобы сейчас скупили очень много, и что ЦБ якобы не виноват, а он молодец, он эти самые бабки бросил на то, чтобы вырвать из западных зубов важнейшие наши компоненты активов. Так ли это, непонятно. Никаких достоверных данных, по крайней мере, у нас пока нет. Но если это так, то поведение Центрального банка, вот это странное, можно хотя бы отчасти понять, объяснить, оправдать, что ли. Но это пока непонятно, повторяю. Что понятно? Понятно то, что Центральный банк потратил на эти операции, а также на успокоение финансового рынка после вот такого вот жуткого скандала десятки миллиардов долларов наших валютных резервов, наших общих. И еще понятно, что связанная с этим эксцессом паника дополнительно подстегнула бегство капиталов из России и инфляцию, ну и, естественно, ухудшение общеэкономической ситуации в стране. Что с оттоком капитала? По официальным данным Минфина и Центрального банка, суммарный отток капитала из России в 2014 году, позавчерашние, что ли, данные, уже вроде окончательные, составил 151,5 миллиард долларов. Для сравнения, в прошлом, в 2013 году отток был 61 миллиард, то есть как бы в 2,5 раза ниже. Но ЦБ при этом оговаривает, что около 20 миллиардов долларов он дал банкам на возвратной основе, то есть в долг, и они вернутся в ЦБ, то есть в резервы. И еще, это тоже вроде бы достоверные, точные данные уже установлены, около 34 миллиардов долларов скупило население, обменивая рубли. То есть это как бы отток капитала, у нас практика счета такая, но на самом деле эти 34 миллиарда из страны не ушли, остались в матрасах и в других местах у наших потребителей, испуганных падением рубля. то есть если верить вот этим самым цифрам, а вроде бы им не верить нет оснований, то отток в этом году чуть меньше реальный, чуть меньше 100 миллиардов, то есть в 2014. Это, конечно, очень много и понятно, плохо еще и потому, что в нынешнем году отток, скорее всего, увеличится. А у нас на 17 января золотой валютной резервы уже были 386 миллиардов долларов. Для сравнения, максимум после кризиса был 600 с лишним миллиардов долларов. Это то, что мы, скажем так, проели и потратили на антикризисные манипуляции, которые от кризиса, как мы видим, не уберегли. Почему планируется, то есть можно предполагать увеличение валютного оттока в нынешнем году? Во-первых, российским корпорациям придется отдавать валютные долги. Понятно, что уже не та ситуация, чтобы их прощали, реструктурировали или перекредитовали в других местах. Этого не будет. А долги только в ближайшие месяцы в объеме около 100 миллиардов долларов. Дальше, ну, поменьше. В 2016 году долговая нагрузка экономики будет существенно меньше, но вот в этом году весьма большая. Вторая причина оттока капитала, которая неизбежна в этом году, это не отдача долгов, а то, что никаких серьезных барьеров для этого оттока наши регулирующие власти не ставят и ставить не собираются. О том, как это происходит, чуть ниже, а сейчас об инфляции. По официальным данным Росстата, инфляция в 2014 году составила 11,4%. Но в прессе уже достаточно много, скажем так, авторитетных сообщений, оценок о том, что по продовольственной корзине для малоимущих реальная инфляция в 2014 году превысила 16%. Некоторые даже называют 18-19%. Это, конечно, учитывая, что реальные доходы не повысились, а снизились, это, конечно, очень тяжелый удар именно по малоимущим группам населения. Тем более, что уже начал дорожать, быстро дорожать хлеб, потому что ретивые наши экспортеры на радостях чуть не рекордного урожая зерна форсированно вывозят это зерно за рубеж и, соответственно, поднимают цены. Уже принято распоряжение правительства о повышенных экспортных пошлинах на зерно и о ограничениях вывоза зерна, но это будет работать с 1 февраля дата назначена. А пока ребята резвятся и тянут это зерно за рубеж как можно скорее. Хотя их ограничивают, скажем так, ручными мерами, не предоставляя транспорт, суда, вагоны и так далее. Но понятно, что это не есть способ регулирования, это некое такое безобразие в ненастроенной экономике при отсутствии реальных рычагов управления. Вот что это такое. Так, что дальше? Значит, все это происходит на фоне неизбежного падения овала внутреннего продукта. В прошлом году рост ВВП оказался фактически нулевым, а в нынешнем прогнозируется ее падение от 1-2%. Это самые-самые оптимистические сценарии российских, скажем так, официальных экономистов. До 3% это прогноз Международного валютного фонда и Всемирного банка, или даже до 5,5% это прогноз Европейского банка реконструкции и развития. Но это еще даже не при самых худших сценариях, то есть худшим сценарием считается снижение цены на нефть мировой ниже 40 долларов за баррель. Но о нефти позже. Сейчас же понятно, что без изменения экономической политики описанные процессы не могут не привести к резкому снижению уровня жизни подавляющего большинства нашего населения. В том числе и потому, что наше население оказалось очень глубоко закредитовано, набрало кредитов и все хуже справляется с возвратом кредитов. За прошлый год, это тоже официальная цифра, просроченная задолженность граждан, физлиц, перед банками возросла на 56%. И понятно, что на фоне падения реальных доходов населения в нынешнем году с возвратом кредитов будет только хуже. Их все меньше дают, но и возвращать те, которые уже набраны, все труднее. Особенно валютные кредиты, а таких тоже немало, особенно крупные ипотечные. Правительство пытается договориться и вроде бы договорилось о том, что их реструктузировать в рублевые либо перевести на меньшие ставки, но одно дело договорилось правительство, а другое дело готовы ли и смогут ли по пониженным ставкам это дело выдержать банки, у которых у самих проблем хватает. Что делается и предлагается делать в сфере экономической политики России? 23 декабря Кабмин обязал крупнейшие корпорации с госучастием начать согласованную регулярную продажу на валютном рынке их избыточных, то есть накопленных в ходе кризиса валютных запасов. Но опять это способ ручного управления, не меры, не инструменты регулирования, а вот приказали и давайте. С 1 января ЦБ повысил требования к размеру капитала российских банков и к нормативу достаточности основного капитала. То есть банки теперь имеют право иметь собственные средства не ниже 300 миллионов рублей, до сих пор было 180 миллионов рублей, и они должны соблюдать норматив достаточности основного капитала больше на пол процента, увеличили его с 5,5% до 6%. Ну, то есть у них меньше возможности регулировать кредитное плечо, они меньше могут выдавать рискованных кредитов. Но это опять-таки не меры экономического регулирования, это не меры оздоровления экономики, это меры для того, чтобы не банкротились банки и не тратить деньги валютных резервов бюджета и других наших подушек безопасности на спасение банков. Это не улучшение состояния экономики. 12 января было объявлено, что прокуратура и ФСБ начинают расследование действий Центрального банка в декабрьском валютном кризисе. То есть вот это безобразие, которое мы наблюдали, начинают расследовать. Требует Госдума, чтобы ее подключили и требует, чтобы к этому подключили счетную палату. Пока что решение не принято, возможно будет принято, но как будет идти расследование, к чему приведет, пока предсказывать трудно. Пока есть опять-таки мера не регулирующая, директивная. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая руководила сектором финансовой и денежной политики во время вот этих безобразий, отстранена, переведена на, ну грубо говоря, на аналитику, а ее место занял Дмитрий Тулинг. Он будет курировать теперь денежно-кредитную политику, хотя как он ее будет курировать, не очень понятно, потому что фигура того же разлива с гайдаровско-чубайсовских времен. на этом фоне в Москве проходил очередной гайдаровский форум. За год я, признаться, уже забыл, что такое бывает и вдруг с изумлением обнаружил и стал смотреть, читать, что там говорится. Говорились вещи замечательные. Там собрался цвет российских экономических либералов из бывших правительств, из высшей школы экономики, из нынешнего правительства естественно кое-что пришло, включая премьера. Как же не прийти? Из серьезных фигур зарубежных не было никого, за исключением Валерстайна, который отказался говорить о экономической политике России и который произнес достаточно пламенную речь о том, что главный фактор, который необходимо регулировать в современной кризисной мировой экономике это занятость, безработица и что если возьмутся за этот фактор как главный, через него все вытянут остальное. Я не берусь судить или обсуждать насколько он в этом может оказаться прав, но тем не менее призвать к чему-то его или убедить в чем-то наши либералы не сумели, а он от вопросов на эту тему отвертелся. Самое содержательное на мой взгляд выступление на Гайдаровском форуме было у Медведева. Приведу некоторые цитаты дословно. Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Можно конечно заморозить курс и возродить черный рынок валюты, но это означает последовательное разрушение рынка. Богатеющая год от года энергия срывая экономика осталась в прошлом. Такой товар невозможно продать. Ни завтра, ни послезавтра. Будем учиться жить при низких ценах на энергоносители. Как будем учиться жить? Это вопрос закрытый. Пока. Россия не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной модели экономики. Мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа. Прислушайтесь. И было бы чудовищной ошибкой снова вернуться в прошлое, отказаться от роли активного игрока в глобальном мире. Но он конечно юрист, но ему могли бы подсказать, что ни одна мировая экономика в кризисе, в глубоком кризисе, в военном кризисе не обходилась для восстановления, для выхода из кризиса без использования, внедрения, реализации глубоких мобилизационных инициатив. Именно мобилизационная перестройка экономики всегда и всюду позволяла выйти из кризиса. Где-то мягче это было, где-то более жестко, вплоть до почти полного административно-командного государствления, как это было, с самыми либеральными экономиками, вроде британской, в Первую и Вторую мировую войну, но тем не менее без мобилизационного режима из кризиса не выходили. И после кризисного восстановления Европы тоже было в огромной степени мобилизационного режима. А мы здесь вот такое замечательное слышим. Ну дальше о том, что бизнесу нужна большая свобода, государству в одиночку без бизнеса не изменить модель экономического развития, мы обязаны снять внутренние ограничения, которые угнетают бизнес и так далее. В остальном Медведев почти что излучал оптимизм. У нас есть крупные валютные резервы, у нас небольшой госдолг, у нас низкий уровень безработицы, беспрецедентная консолидация общества и высокий уровень поддержки власти. То есть он много чего сказал такого, но ничего абсолютно внятного по поводу обещанной новой экономической модели не сказал. Еще интересное было выступление у Грефа, главы Сбербанка. Он был, в отличие от премьера, во-первых, предельно пессимистичен и, во-вторых, гораздо более конкретен. Цитирую. Очевидно, что банковский кризис у нас будет масштабнейший при среднегодовой цене нефти в 43-45 долларов за баррель. Придется сформировать примерно 3 триллиона рублей резервов за 2015 год. Сколько банков выдержат такой объем формирования резервов? Это означает, что государство будет капитализировать банки и повышать долю в них. Банки будут покупать индустриальные предприятия и становиться финансово-промышленными группами. У нас будет громадное большое государство, вся наша экономика будет государством. Но вообще-то такое происходило в частности в очень либеральной Франции после Второй мировой войны, причем не один раз было несколько кризисов. В каждом из этих кризисов государство покупало гигантскую часть финансовой своей структуры банков и гигантскую часть промышленной структуры. После выхода из кризисов благополучно возвращало это в корпоративное владение. И ничего там страшного не происходило. это мировой опыт, но о нем предпочитают на Гайдаровском форуме не говорить. Глава Минфина Антон Силуанов также был конкретен и пессимистичен. При цене на нефть в 50 долларов за баррель потери бюджетов в 2015 году оценивается в 3 триллиона рублей. Не может государство тратить столько средств, сколько было при цене на нефть 100 долларов за баррель. Иначе мы проедим резервы, а потом будем занимать УЦБ, это приведет к инфляции, индексации расходов и вхождению в инфляционный штопор. Минфин предлагает сократить расходы бюджета в 2015 году на 10% по всем статьям, кроме защищенных. То есть что он говорит? Он говорит, что оборонку не тронем, защищенные статьи, а все остальное на минимум на 10%. Дальше он добавлял еще, что и 10% не хватит, вероятно, нужно резать бюджет на 15%. Ну и кроме того, Силуанов в качестве антикризисной меры допустил повышение налогов на предприятие. В этом же духе высказывался бывший наш Минфин Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет оппозиционный и координационный совет. Им оппонировал фактически только глава развития Улюкаев, который назвал состояние реального сектора катастрофическим, раскритиковал повышение ключевой ставки ЦБ и призвал наоборот понижать налоговое бремя на предприятия, которые и так задыхаются, не могут прийти в себя. Я хотел бы здесь отметить, что еще в 2012 году МВФ выпустил специальный доклад с анализом действий различных стран в кризисе. И в этом докладе авторы вот этого самого монетаристского курса из МВФ цитирую, признали ошибочным и сняли запрет на введение валютных ограничений для стран, которые столкнулись с кризисом на своем рынке. И еще признали, что требование ограничивать в кризисе бюджетные дефициты и соблюдать режим жесткой экономии неоднократно приводили к усугублению кризисных процессов. То есть МВФ уже отказался от своей вот этой доктринальности экономить бюджет меньше государственных расходов и ни в коем случае никаких ограничений на валютные перемещения на притоке оттоки капитала, на трансграничное движение капиталов. МВФ отказался, а Гайдаровский форум и его сторонники из нынешнего правительства никак нет, включая увы премьер Медведева. Сейчас Медведев заявил, что Кабмин завершает разработку сводного антикризисного плана. Из того, что просочилось в прессу, пока понятно, что одной из главных мер считается докапитализация банков с условием, чтобы они использовали полученные деньги на кредитование реального сектора экономики. Но речь о том, чтобы кредитование было подъемным для предприятий, как-то не идет. Понятно, что если ставка кредита 20% и выше, а меньше не предвидится, а рентабельность производства на уровне 7-8%, то никакой сумасшедший предприниматель, никакое предприятие за такими кредитами в банк не пойдет. А значит, опять банки будут искать пути, пустить деньги агентству по страхованию вкладов, обещанным для начала триллион рублей, для того, чтобы выкинуть эти деньги в виде валюты на мировой рынок, то есть сделать валютные резервы за рубежом. У меня вот такие пессимистические ощущения. Еще один дополнительный фактор давления на нашу экономику в последний месяц это рейтинговая игра большой тройки американских агентств Standard & Poor's, Fitch & Moody's. Особенно усердствует Standard & Poor's. Она еще в декабре опустила суверенный кредитный рейтинг России до предмусорного, а в январе это же сделали Fitch & Moody's, и более того, они последовательно снижили до предмусорного или близкого к мусорному рейтинги множества российских компаний и корпораций и банков городов и регионов не только России. Но Standard & Poor's особенно отличилась. В декабре она заявила, что вероятно снизит рейтинг России до мусорного в середине января. Пока этого не произошло. Произошло другое. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала Standard & Poor's на 80 миллионов долларов и на год лишила ее права присваивать рейтинги нескольким группам облигаций. Причина в том, что было доказано, что Standard & Poor's неоднократно занималась коррупционными махинациями с присвоением рейтингов. Вот таким образом. Вот такого мы должны слушать. Ну и ЦБ объявил позавчера, что он не будет обращать внимание на рейтинги агент Standard & Poor's ФИЧ либо МУДИС, присвоенные российским эмитентам после 1 марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Российские власти считают эти оценки необъективными и осложняющими оценку кредитоспособности банков по нормативам ЦБ. Но я считаю, что это абсолютно правильная политическая реакция на, безусловно, политические и бессовестные решения рейтинговых агентств. Беда заключается в том, что ЦБ наш не будет обращать внимания на эти рейтинги, а вот кредиторы и зарубежные экономические контрагенты наших предприятий и банков на эти рейтинги будут обращать внимание, то есть будут затруднять для России все международные экономические коммуникации. И то, что ЦБ заявил, не будем обращать внимания, увы, на мнение и решение этих зарубежных контрагентов никак не повлияет. Теперь ко второй теме. Ситуация на мировом нефтяном рынке и ценам на нефть, которая, естественно, нас очень обоснованно беспокоит. Как уже мы видели на первом слайде, цена на нефть сейчас установилась на уровне примерно от 47 до 50 долларов за баррель и пока довольно долго на этом уровне держится. Еще раз хочу подчеркнуть, что никаких радикальных разрывов между спросом и предложением нефти на мировом рынке, которые могли бы объяснить долговременный рост цены в предыдущий период, а также нынешний обвал, нет. Здесь очень четко видно, что производство и потребление нефти, они идут рука об руку, никуда они друг от друга далеко и надолго не отстают. То есть это очень, грубо говоря, равновесный рынок. Сколько нефти потребляется, хотят потреблять, столько и добывают. То есть рынок реальной физической нефти может обеспечить только, ну, за счет резкого роста или падения производства или потребления, то есть кризисные втлески какие-то, только кратковременное резкое изменение цены в ту и другую сторону. То есть физическая нефть вот в такие скачки, тем более долговременные, играть не может. А это означает, что длительные ценовые эксцессы на нефтяном рынке связаны с нерыночными факторами, экономическими и политическими. Но мы здесь уже обсуждали, что один из главных экономических ценовых факторов это так называемая бумажная нефть, то есть гигантский объем вторичных финансовых инструментов, привязанных к нефти деривативов, которые обращаются на глобальном рынке и суммарная стоимость которых в много десятков раз больше, чем суммарная стоимость присутствующей на рынке реальной физической нефти. Большую долю бумажной нефти контролируют разные стихийные мелкие и средние инвесторы, которые стараются заработать на росте падения цены спекуляциями на нефтяных фьючерсах и опционах. Но еще очень существенную долю бумажной нефти контролируют крупнейшие мировые, прежде всего американские финансовые группы. И не только бумажные. Эти группы, помимо прочего, уже прямо или косвенно контролируют в мире основные страны и компании, которые добывают физическую нефть. И эти группы по таким причинам вполне способны управлять рынком, выполняя экономический или политический заказ. мне представляется, что сейчас у нас следующий процесс. Американские глобальные игроки, которые контролируют и львиную долю реальной мировой нефти, и значительную часть бумажной деривативной нефти, начали решать крупнейшую политическую задачу. А именно экономически обескровить три главных препятствия для своего глобального доминирования и в сфере нефти, и в сфере политики. Три главных препятствия для них это, прежде всего, Россия, а еще Иран и Венесуэла. Это три страны, которые являются политическими противниками США, причем противниками серьезными. Все эти три страны располагают очень большими доказанными запасами нефти. Все они почти независимы в добыче от иностранного, в том числе американского капитала. И у всех этих стран финансовое обеспечения экономики, в том числе бюджет, очень сильно зависит от нефти. Причем благополучные уровни цен для этих стран составляют от 100 долларов и более за баррель. Венесуэла уже в глубочайшем экономическом кризисе, там уже в некоторых регионах начинается рационирование продовольствия, продуктов питания. Иран держится пока, хотя ему все труднее, это видно, что труднее. России говорить не буду, все вы видите сами. А вот насколько далеко может зайти эта американская нефтяная спецоперация, до каких пределов они могут снижать цены на нефть и какие ограничители. Вот я считаю, что первый ограничитель это экспорт США так называемых нефтедолларов. Дело в том, что практически вся мировая торговля нефтяная ведется за доллары, причем не просто за доллары, вырученные экспортерами нефтедоллары в основном возвращаются в США в виде покупки этими же самыми нефтеэкспортерами американских гособлигаций трешерис. И именно этот процесс нефтедоллары за облигации много лет является одной из главных причин устойчивости американской пирамиды внешнего долга, которая превысила 18 триллионов долларов. Так вот, сейчас приток нефтедолларов в США резко упал, поставив под вопрос американскую вот эту главную долговую пирамиду. Вот, мы видим, это чистый экспорт капитала из нефтедобывающих регионов, вот, самый максимум был в 2006 году перед кризисом, было кризисное падение, новый подъем, а сейчас этот приток упал до нуля. и это американцев не может не беспокоить, то есть они, создав этот нефтяной кризис, одновременно почти обнулили приток нефтедолларов в собственную экономику, а других долларов внешних, их, конечно, изрядное количество, но нефтедоллары играли очень существенную роль, их лишиться для Америки болезненно. Второй ограничитель, проблема лояльности США множества стран, которые в результате рыночного обвала экспортируют нефть по ценам, которые просто не позволяют обеспечить сбалансированные бюджеты. То есть мы видим, что при нынешних уровнях цен благополучны совсем даже немногие, а большинству стран ниже 85-90 долларов за баррель цена на нефть крайне не нравится. Они не могут сбалансировать бюджеты, они не могут вкладывать деньги в развитие собственных экономик. То есть они либо помирают, либо стагнируют. В том числе, что очень важно, очень это не нравится наиболее лояльным Соединенным Штатам Саудовской Аравии, Нигерии и Бахрейну, которые начинают выражать все более острое недовольство американской политикой. Они считают, что они должны в ответ наказывать Америку, в том числе экспортируя, пока у них есть деньги, пока у них есть подушка безопасности, нефть еще ниже, чем те цены, которые устанавливают американцы. Третий ограничитель это рост нестабильности и потери в нефтяном и финансовом секторе США и их ближайших союзников. Дело в том, добыча сланцевой нефти и сланцевого газа стала фактически основным механизмом посткризисного запуска американской экономики. Ведь именно эта добыча позволила вывести из долговой ямы ряд депрессивных штатов в Америке. Именно эта добыча в последние годы, есть точные конкретные цифры, создавала в США прирост новых рабочих мест, то есть позволила Америке справиться с волной кризисной безработицы. То, что у них понизилась безработица, почти нацело объясняется вот этим самым сланцевым нефтегазовым бумом. И наконец, именно эта добыча позволила резко снизить внутренние цены на нефть и газ, то есть энергетические расходы и промышленности, и Грардов. И именно эта добыча поддержала финансовый сектор, который активно вкладывал деньги в кредитование сланцевых компаний. А теперь вот этот сланцевый, то есть оказался главным фактор нынешнего американского экономического благополучия оказывается под вопросом. Вот здесь стоимость сланцевой нефти на основных месторождениях США, на самых крупных. Значит, ну вот только Марцеллус уникальное месторождение крупное довольно, оно себя хорошо чувствует при нынешних мировых ценах на нефть. Для всех остальных себестоимость составляет 50 долларов за баррель или больше. И значит рентабельная добыча возможно лишь при 60 долларов за баррель. Но это касается не только сланцевой нефти, такие же проблемы возникли у множества нефтяных проектов крупнейшие компании, которые разрабатывают сложные месторождения, шельфовые, нефтяносные пески и так далее. То есть эти компании, включая British Petroleum, ExxonMobil, Total и другие, ConocoPhillips и так далее, уже объявили о резком снижении инвестиционных программ, а также о массовых увольнениях персонала. То есть бросаются месторождения в Арктике, бросаются шельфовые месторождения, не бросаются, замораживаются до лучших времен. Десятками тысяч сокращается персонал, выбрасываются в безработицу люди, а потом их поди набери квалифицированных и так далее. То есть в США уже развернулся вот этот очень болезненный процесс, который пугает многих. И вокруг этого процесса разворачивается нешуточный внутренний политический экономический конфликт. Дело не только в нефти, дело в безработице, как я уже сказал, и еще дело в гигантской системе кредитных долгов и страховых деривативов, которые сформировались вокруг сланцевого бунка. И естественно множество банков, которые были вовлечены в эту пирамиду. Есть экспертное мнение, что если сланцевые компании начнут массово рушатся, то это американские эксперты говорят, это будет означать крах кредитно-деривативного пузыря общим объемом до 2 триллионов долларов. В самом сланце это примерно по разным оценкам от 400 до 700 миллиардов долларов, а общий объем пузыря более 2 триллионов долларов. А если это рухнет, то это запустит в Соединенных Штатах крах не менее масштабный, чем крах пирамиды ипотечных облигаций в 2008 году, то есть тот крах, с которого начался нынешний глобальный кризис, из которого мир так и не в состоянии до сих пор вылезти. Вот тут понадобится война. Вот, вот, но войны, как ты точно заметил, хотят не все. Есть те, которые хотят войны, но очень многие не хотят и упираются, и не только нефтяные компании, упирается финансовый сектор, сильно упирается, все более упирается, и именно по этим причинам, как мне кажется, цена на нефть сейчас становилась на уровне около 50 долларов за баррель, и, видимо, будет стоять до тех пор, пока американские элиты не разберутся между собой насчет дальнейшей стратегии. Быстро они, медленно разберутся, разберутся ли вообще, это пока вопрос открытый. Ну вот, я на этом завершаю. Спасибо. Я сообщу вам какие-то сведения, но прежде всего я просто не могу в условиях, когда Рюльфович вот так прокомментировал Агайдаровский знаменитый форум, величайший форум нашего времени, я просто не могу не тут что-то вам тоже не прочитать. Варьерстайн. Вечных систем нет. Все системы медленно, но стабильно изменяются. Все системы медленно, но верно по определению теряют равновесие. Таковы законы природы. Ничего более глупого, чем позвать Варьерстайна на Гайдаровский форум, быть, в принципе, не может. И текущая система не может долго оставаться неизменной, но при этом практически невозможно предсказать на этой развилке, в каком направлении система будет двигаться дальше. И в результате дает нам тот хаос, который мы сейчас называем хаосом. И это приводит также к огромной политической борьбе, которая сейчас продолжается, еще 20-30-40 лет не остановится. Вот это равновесие, равновесие между этими двумя развилками будет меняться, будет идти с наклоном то в одну сторону весов, то в другую. Но не будет перевеса в сторону капиталистической системы, потому что капиталистическая система для самих капиталистов уже невыгодна, да и вообще нежелательно с точки зрения более низших классов. Да, 500 лет она существовала, но этого недостаточно, чтобы она выжила. Тут, понимаете, сами капиталисты сейчас оказались в такой ситуации, когда невозможно накапливать капитал. В результате это приводит к пролечу попыток капиталистов и дальше накапливать капитал. Поэтому и капиталисты низшей классы все ищут альтернативную государственную систему. Альтернативные системы имеют право на существование. Просто мы не можем знать, какую систему мы будем иметь. Мы можем только бороться за ту систему, которую мы предпочитаем. Поэтому я вам хочу сказать, некоторые люди считают это радикально пессимистическим анализом ситуации. Я не считаю это совершенно пессимистическим, потому что альтернатива какая? Что 50% шансов, что система станет лучше, если сменить, а 50% что смените на худшую. Жизнь покажет. Я думаю, что я в своей жизни этого не увижу, но другие увидят, убедятся. Спасибо. Мау, спасибо. Хотя последняя реплика. Позвали чудака, и он сказал, что капиталистическая система завершится. Последняя реплика, это нечто. Это ужас. Если можно, я все-таки хотел бы еще задать такой вот моментальный вопрос. Я не знаю, есть ли на него ответы, Эммануилу Валерстайну. Все-таки к тезису о неизбежной гибели капитализма у меня есть два вопроса. Первый, что такое погибший капитализм? Это что? Что такое некапиталистическая система? Это отсутствие частной собственности, отсутствие денег или просто когда все счастливы? Скажем, по индексу счастья. Мы знаем, что наибольший индекс у некоторых азиатских, африканских систем, причем далеко не самых богатых. А вторая часть вопроса, значит, все-таки сроки при нашей жизни или потом переживать или расслабиться. Сроки гибели капитализма. Очень важный вопрос. Валерстайна. Спасибо. Я, прежде чем ответить на вопрос, я прокомментирую то, что скажет Жан-Клод Трише. Я, например, большущий поклонник и всегда был большущим поклонником Европейского Союза. Я считаю, что Европейский Союз важен. Я думаю, мы это понимаем. Он сохранится. Я в этом плане его оптимизм разделяю. Но то, о чем я сам мало говорил сегодня, я хочу немного развить. Я говорю о геополитической нестабильности, которая была частью процесса колебаний ценных курсов. Это не означает, что ни у кого нет достаточной политической мощи. Просто мы сейчас имеем мультиполярный мир, в котором 10-14 стран достаточно сильны для того, чтобы манипулировать мировой политикой. Но их слишком много этих сильных держав для того, чтобы кто-то стал единственным победителем. И сейчас посмотрите на отношения США и России. Посмотрите, какие альянсы сейчас, как они меняются. Западная Европа и Россия, например, очень долго сближались друг с другом, потом оказались в противоположных лагерях. Посмотрите, Россия, Индия, Россия, Китай, Россия, США. Мы долго говорим об этих союзах. Или взять, например, Китай, Европу, США, Европу, Южную Америку. Вы видите, что эти отношения нестабильны, недолговечны. И это еще одна дополнительная проблема данной системы. Мой друг из Кока-Колы сказал, что принцип простой. Продавай больше, производи больше. Он, конечно, очень впечатляюще выступает, потому что он прекрасный продажник. Он знает, что нужно сделать, чтобы хорошо продавать. Но если нет эффективного спроса, то прошу прощения, кому вы это будете продавать? Вы задали мне вопрос, на который у меня ответа так и нет. Я хочу сказать, мы не знаем, как бы выглядел у меня капиталистический мир. Все, что мы можем на данный момент сказать. Мы идем в направление системы, которая сохранит определенные крупнейшие недостатки капитализма. Например, иерархию, эксплуатацию и однозначно поляризацию мира. На самом деле это все может достигаться не только через рынок. Есть и другие способы, хуже. Вопрос в том, можем ли мы все-таки пойти в направление системы, которая была бы относительно демократичной и относительно многополярной. Мы не знаем, как выглядят институты той или иной системы. Вы спрашиваете, когда это произойдет? Я считаю, что у нас структурный кризис уже минимум 40 лет идет и еще 20-40 лет будет продолжаться. Мао, большое спасибо. Вот я считаю, что то, что он говорит, вы услышали, что он говорит? Ну, то есть, что речь идет о фашизме. Транслагерь Аушбрикаренал в Освенциме освободили украинцы 21 января ТАСС. С таким утверждением выступил в эфире польского радио глава МИД Польши Джаджаш Схитина, отвечая на вопрос о приглашении президента России Путина 70-го годовщины освобождения лагеря Красной Армии 27 января 45-го года. Первый украинский фронт и украинцы освобождали лагерь. Так как в тот январский день там были украинские солдаты, то они открывали ворота лагеря, сказал он. Дальше начались возмущения и все прочее. Но эти возмущения еще ничто. А вот есть такой Иван Преображенский, который говорит, Владимир Путин в своей политике в отношении Украины добился того, что Европа отказывает Москве в символическом праве быть преемницей победителей нацистского режима. Во-первых, Европа начала отказывать в этом Москве задолго до украинской политики. И мы все это видели, да? Во-вторых, как можно отказать или не отказать в чем-то, в символическом праве быть преемницей? То есть это можно отказать так, что сказать, что на самом деле поскольку это украинский фронт, то это были украинцы? То есть до какого уровня вскипания безумия и вот этого вопиющего такого гибрида хамства и дикости в этом можно дойти. Теперь по поводу Эбдо. Более 50 антимусульманских актов произошло во Франции после теракта в редакции сатирического журнала. Более 200 инцидентов с участием школьников, которые открыто высказывались в поддержку радикальных исламистов, произошло в французских школах и лицеях. Около 100 тысяч человек приняли участие в марше протеста против антиисламского движения и так далее. Я хочу сказать, что обратный процесс идет и идет полным ходом. Латынина оказалась, как ни странно, от своих традиций ислам. В течение 2-3 20 века мусульмане никого за свободу слова не взрывали. Наоборот, лучшие их лидеры, такие как Кемали Татюрк или Мохаммед Захир Шах или Резапих Леви, внедряли в своих странах западные стандарты. Только после того, как Запад предал себя сам и заявил, что все относительно и мультикультурально, Ататюрков и Захир Шахов начали заменять Бен Ладена и братья Куаши. В этом смысле в современном мире нет никакого сильного исламизма. Есть слабый Запад. Извините, но при чем тут слабый? Запад предал себя и заявил, что мультикультурально. Запад уничтожил все, что связано с режимом Ататюрка. Запад уничтожил Асада, как прямое выражение, все оранжевые революции. Вот вся арабская весна это уничтожение всех этих темалей Ататюрков, Пехелеви и все прочее, потому что ровно такими же были Муаммар Каддафи, Асад, Мубарак и, прошу прощения, Саддам Хусейн. Это все выражение одной и той же тенденции. Запад агрессивно стал свергать абсолютно непоколебимый тип ислама, связанный с Кемалем Ататюрком, Мухаммедом Закиршахом. Не после того, сумасшествие это есть предел или нет, когда Запад стал мультикультурален и не стал особо их уважать, а после того, как Запад стал их свергать, они полетели. Значит, Запад их свергает. Он не свергал Мубарака, он не свергал Каддафи, он не свергал Саддама Хусейна, он всех их подряд свергал, и тогда он помогал свержению Лизы Пихлеви. И всюду, где только можно, Турцию не приняли в Евросоюз, и никуда возник Арбакан. Всюду, где только можно, Запад уничтожает все, что связано с тем, что она говорит про нормальный ислам. Хотя у меня тут есть вполне отличие от того, как она его определяет, и дело не в западности этого ислама. Ислам это загадочнейшая религия, потому что в 12-м, 11-м, и уж даже, по-моему, 13-м веке ислам был выше Европы. Кто сломал его в 15-м, 16-м? Что это за слом? Откуда он возник? Кто потом ломал в 19-м веке и так далее все, собственно, исламские, нормальные, так сказать, восходящие движения? Все непрерывно делается так, чтобы вот этот сконструированный радикализм побеждал. И там это был лорд Кромер, я много об этом говорю, братья-мусульмане, первые финансированные, первая мечеть братьев-мусульман в Египте была лорда Кромера, то есть вся эта инская компания и все, что с ней связано. И все время есть субъект на Западе, который ломает все нормальные исламские формы и выдвигает этот конструкт. А теперь, когда он говорит либо Шарли Эбдо, либо исламизм, он говорит «Ислам, иди к исламизму, ты же не пойдешь к Шарли Эбдо, сейчас твои идиоты придут туда, они себя дискредитируют, после этого останется один Бен Ладен, значит, он опять конструирует все Запад вокруг Бен Ладена. Вопрос не в мультикультуральности, а вопрос в том, что физически бомбами, бомбардировками уничтожается весь нормальный ислам в пользу радикального конструкта, который был сделан Западом. И это не теория заговора, это теперь очевиднейший факт нашего времени». Радзиховский. Они пытаются силой и страхом навязать европейское мировоззрение, например, цензуру в СМИ, и даже непростое возражение, что же вы в чужой монастырь со своим уставом лезете, они могли бы возразить, да, в чужой, но ведь Запад куда больше к нам лезет. Нет, речь идет не о знаменитых бомбежках Ливии и войне в Ираке. Кстати, в войнах между исламистами бегемнет людей в сотни раз больше, чем при столкновении с Западом. Посмотрите, как вертится, да? Запад вольно или невольно постоянно осуществляет глобальную экспансию на Ближний Восток, технологическую, культурную, социальную, и ответить на это ничем, кроме грубого насилия исламисты не могут. Извините. Весь вопрос Запада обеспечит неразвитие ислама. Уже 600 лет Запад занят неразвитием ислама, поддержкой всего, что против развития, войной с развитием в исламском мире, войной со всеми лидерами, которые существуют. Это мощнейший процесс, и я бы хотел, чтобы в этом зале вы ощутили, чем конспирология отличается от очевидности. Ведь это же очевидным образом так. Ведь нельзя же на это не посмотреть этими глазами после всего, что произошло в этих арабских веснах. Везде они ломали развитие. Везде. В Ливии, в Египте, везде. Вот это авторитарное полугнилое на развитие они ломали везде. И это они выдвигают вперед радикальных исламистов. Они все время ради того, чтобы сломать это развитие. Теперь разговор идет о том, что Запад осуществляет экспансию развития технологическую культурную туда. Где он ее осуществляет? Это при Кадахе шла экспансия развития, а теперь там будет идти экспансия паранжи. Вот насколько запутались наши притворяющиеся умниками специфические товарищи из этого ультралиберального лагеря. Среди нас товарищи есть такие товарищи, которые нам товарищи совсем не товарищи товарищи. Дальше я несколько слов скажу о цифрах. Вот что они говорят. По данным Минобороны Украины 917 погибших, 3000 раненых. По данным Следственного комитета 4800 погибших, 10 тысяч раненых. По данным Управления Верховного комиссариата ООН 4700 погибших, 10 тысяч раненых. По данным Всемирной организации подостранения 4800 погибших, 10 тысяч раненых. И больше 1800 БМП, БТР и танков мобилизованных. Сколько там бомбардировщиков, вертолетов, неважно. Вот я хочу сказать, что рискуя представить данные, которые отличаются от этих, я вам с прискорбием могу сказать, что Украина потеряла уже больше 20 тысяч. А вовсе не 4. СОРОС предлагает 50 миллиардов долларов немедленно в украинскую экономику, чтобы она не рухнула. Верим мы СОРОСу или нет? Думаю, что стоит верить. Теперь антимайдан. Затеян какой-то антимайдан, я его даже сильно комментировать не хочу, я хочу обратить ваше внимание, что возникает некий антимайдан с этим Стариковым и кем-то еще, как будто бы специально для того, чтобы не антимайданом заниматься, а вот какие-то бюрократические галочки ставить. Россия прекращается трудничать США в сфере ядерной безопасности. В середине декабря, в течение двух дней в отеле, выходящем окнами на Красную площадь, проходили закрытые встречи. В результате закрытых встреч краткий трехстраничный отчет, подписан 16 декабря, заявлено, что Россия не нуждается в охране ее объектов со стороны Запада. Как я вам уже говорил, зимой 2011-2012 уже обсуждался вопрос, что вот наличие этой договоренности о том, что Запад имеет право защищать наши арсеналы, будет использовано в случае нестабильности. То есть, в сущности, Болотный и Сахаров были нужны для того, чтобы высадить две бригады и проконтролировать наши ядерные объекты, что и было началом нашей оккупации. Потому что была юридическая база и было желание некоторых частей Кремля этим воспользоваться. Знаю это точно. Теперь сообщаю, что договор ликвидирован. Этой базы нет. У правого сектора появилась смена. Новое молодежное движение громит магазины корпорации Порошенко. И пусть громит, с моей точки зрения. Может, я говорю кощунственно, это ультра-националистическое движение, которое обвиняет Порошенко в том, что он недостаточно хорошо воюет на Донбассе. Но я считаю, что чем больше энтропии в украинской системе, тем позитивнее. Она обязательно будет. Их Сталинград Пянтковский захват Донецкого аэропорта боевиками стал бы для Путина пропагандистским товаром, который можно предавать. Нет, не может быть. Они не должны захватить. То есть он говорит, что захват аэропорта это наш Сталинград. Ну так ты сказал, Сталинград состоялся, я никаких параллелей не провожу. Это не я. Я таких параллелей с великими боями Великой Отечественной войны проводить не могу. Но Сталинград так Сталинград. Пауэлл терапирошенко. Гитлер разбит под Сталинградом. Словами господина Пянковского. Поздравим господина Пянковского. Так сказать, Гонопольский ужасается погрому среди ясного неба, в котором является Стариковское движение. Пусть не ужасается. Пусть успокоится, ничего не будет. Теперь несколько слов о том, что именно Обама реально сказал. Есть очень большое выступление Обамы, внутри которого есть вот этот кусочек, маленький кусочек, в котором он говорит, что русские порваны и побыстрее убегает в сторону. Во-вторых, мы демонстрируем силу американского влияния дипломатии. Мы поддерживаем принципы, большие страны не должны запугивать маленькие. Особенно Америка не должна запугивать Ливию. Мы противостоим российской агрессии, поддерживаем демократию на Украине и даем гарантии союзникам по НАТО. В прошлом году мы проводили с союзниками тяжелую работу по внедрению санкций. Кто-то заявлял, что путинская агрессия это виртуозная демонстрация стратегии силы. Кто-то это республиканцы. Ну что ж, Америка сильна, действует заодно с союзниками, Россия в изоляции, экономика разорвана в клочья. Больше он ничего не говорит. Теперь вот то, что нам сказал Юрий Вольфович, что касается того, в каком все находится положение. Ну конечно, понимаете, положение в целом очень тяжелое. Главная его тяжесть с моей точки зрения состоит в том, что мы впервые опять за столетия объединили Запад против себя. И я не убежден, что такие сильные для нас союзники там Китай, Индия и все остальное. Не очень мне в это верится. Запад последний раз выступал против нас объединенно в силу. Это Крымская война. С тех пор мы так или иначе все-таки его делили. Либо это была вот эта война, Первая мировая, в которой мы были вместе с Англией, Францией, Соединенными Штатами, как бы, да? Антанта. Либо это была Вторая мировая, где мы опять-таки были фактически с Англией, Америкой, там и так далее вместе. Вот такое единство очень гнилого, дохлого, капризного, ничего не желающего делать Запада перед лицом того, что он хочет любой ценой надавить на Россию, очень опасно, потому что Россия просто слаба. Она вот находится в том положении, в котором она не находилась никогда. И вот я еще раз здесь, в конце, хочу ваш обратить внимание на то, что в сущности произошло. Я уже говорил об этом, и сейчас этим хочу закончить, потому что это мне представляет с далеких времен Сандроповских было сказано, что мы идем на Запад, мы идем к слиянию западной цивилизации. Значит, мы не шли на Запад недолгое время сталинизма, ну, с добавками хрущевских вещей, и то мирная разрядка, мирное существование. При Коминтерне мы, естественно, хотели войти туда любой ценой. И вот на этом вот всем участке более или менее мы входили. Вот это был советский кусок периода, советский период вхождения в западную цивилизацию, ВЗЦ. ВЗЦ. А потом пошел открытый постсоветский период ВЗЦ. Потому что мы рвемся на Запад. Да? Только так. Все остальное считайте производным. Сбрасывание окраин, там, Закавказья, там, Средней Азии, все что угодно. Все под это. Все в эту копилку. Про все говорилось просто. Мы все равно остаемся самой большой страной европейского мира. У нас ядерное оружие. Как только мы объединяемся с Европой, американцы выкатятся оттуда. Это помощник Коля говорил в 92-м году. В конце 92-го года. Мы вышвырнем их. Вышвырнем. Как только поединение произойдет. А советник Буша говорил, может быть, они и попробуют это сделать, но будет ядерная война в Европе. То есть цена вопроса была огромна. И совершенно ясно, что и большевики хотели некого объединения, потому что никто не думал, что будет такой надрыв, как пятилетки индустриализации. Все хотели, чтобы рабочий класс Запада помог нам своей индустрии, а мы помогли ему своим хлебушком и на льготных возможностях при поддержке России. Понятно, да? И потом вдруг они понимают, социализм в одной стране, они понимают, что им нужно вот так все гайки завертить, что это тоталитарное государство, что это выжимание досуха всего, что есть у людей, и это такой титанический труд на построение вот этой индустрии. Короче говоря, все это вот так рвалось, рвалось сюда, и непрерывно, вот вы не понимаете гениальность нашего плана, вот вы, наверное, хотите от Советский Союз, ну, понятно, у вас фамилия с окончанием на Ян, вам хочется, так сказать, больше политически порезвиться, когда я говорю, да умоляю вас, мне ничего не хочется, просто никакого объединения не будет. Нет, вы не понимаете, все уже решено, все схвачено, и так далее. Понадобилось 2005-20, 25 лет, чтобы очень высокое должностное лицо сказала, Европа несуверенна. 25 лет. Да что вы, да что вы такое говорите, да какое, да этого не может быть, да все войдут. В 2005-м сюда вы приехали представители элиты, что я как-то плохо нарисовал. и сказали, что вхождение Европы, России в Европу может быть только по частям. В 2006-й шли какие-то переговоры. К концу 2006-го было объявлено, что это все окончательно. Отделение Северного Кавказа должно было начать вот это по частям. Дальше Кавказский кризис. Да, и в этот момент элита раскололась. Вот та элита, которая с моей точки зрения, и я описал это в книге, которая вот-вот выйдет, это «Красная весна», больше соотносится не с Андроповско- Цвигуновской частью ГБ, а вот наоборот с Циньевской частью, с военно-контрразведкой, всеми этими группами, вот эта элита, и вот ну скажем консервативная и в этом смысле путинская, да, она сказала нет, вхождения по частям не будет. Элита пятого управления всего, что обычно ассоциируется с Цвигуном, Бобковым, Андроповым, собственной и так далее, сказала да. И ровно тогда начались выступления Ракитова о том, что страна должна быть маленькая, с уютными сортирами, что главное в стране это хороший сортир. Тогда же начался разговор вот этого надземов о том, что стран должно быть много, русскому народу это выгодно. И тогда же Стругацкий сказал, что мы еще победим, демократия в России будет, но сначала должна быть проиграна России какая-то война, ну типа Хонти-Пандея. Было совершенно ясно, что это не может быть война с Грузией, потому что Грузия мала, что это не может быть война с Средней Азией, потому что Средняя Азия не полезет сейчас. Это была только Украина. Война на Украине уже была задана в этой матрице. Дальше Кавказский кризис Кавказский кризис 2008 года и если бы план Медведева-Саркази был реализован, то военные части Запада были бы уже на Кавказе. Отделение бы началось. Лихорадочное и абсолютно неожиданное для Запада наше признание Абхазии и Южной Осетии, которое не планировалось никаким планом Медведева-Саркази. Означало, что мы перешли Рубикон и что вот эта группа переходит от слова нет к действиям. Все то же самое Мюнскинская речь, все понятно, да, это все одно и то же. Значит, дальше начался мировой кризис, который дал нам паузу. А затем началась украинская эпопея. Хонти-Панде схлестнулись друг с другом. Есть кривая вот этого вопроса и вот эта цифра, какая-нибудь 2005, этот дедлайн, было сказано в этот момент, целиком не войдете. Весь план Андропова тем самым был сокрушен. Попытки признания план-звезда, назовите как его угодно, да, даешь Европа, попытки в этот момент сказать, что давайте хоть по частям, а потом как-нибудь все обдурим голову и снова соединимся, это все уже был жалкий лепет. Но реально мы ехали, ехали, ехали сюда. И каждая единица машины, которую мы создали для этого езды, она же вот эта Гайдаровская и прочая экономика, да, ехала такая Бибика, она же живая, в ней каждая машина, это вы едете на таком большом-большом звере, и у него одна лапа такая, другая такая, а спина у него такая, хвостик такой. И все сделано для вхождения в мировую цивилизацию, то есть Запад. Было отменено и отменено навсегда казалось. Главное, что является, собственно говоря, параметром суверенитета, способность создавать законодательство и стратегии, исходя из своей собственной сущности. что такое вся машина законодательства вот в этой Бибике или на этой черепахе, которые ехали, да, на этом звере. Это берется западный закон, переводится на русский язык, и этим концептуально-стратегическая работа завершается. Все. Понимаете? И это же только кажется, что так легко вместо этого взять и начать писать законы, исходя из самих себя. А какая нам нужна семья? И никто не знает этого. Даже можно дойти куда угодно, там можно и Домостроевскую написать семью, а можно еще какую-нибудь, а можно там, так сказать, еще дальше откатиться в прошлое. Если в Советском Союзе, так сказать, нам нужна была советская семья, то что такое русская семья вообще непонятно сегодня. Реально позитивных законов по образованию, по всему не пишет никто. в лучшем случае тоскует по Советскому Союзу, потому что там суверенитета было больше, а Российской империи вообще вспоминать поздно, да? То уже ушло. Там нет никаких, никаких даже воспоминаний, что делать. Поэтому все вспоминают только советское. И мы доиграемся рано или поздно, или мы добьемся, как бы, так сказать, что, так сказать, уже 100% населения будет говорить только о советском. Но это же ничего не будет значить по существу, потому что это просто будет диффузная тяга по чему-то такому вот из прошлого. Мы не знаем, как самостоятельно жить. Мы не знаем, куда идти. Все ориентиры потеряны. Потеряна интеллектуальная группа, которая способна прокладывать в будущее какие-то дороги. Потому что она была не нужна. Было сказано раз навсегда. Раз мы входим туда, пусть их интеллектуальные группы думают о будущем, а не мы. Наконец-то мы можем освободиться от необходимости стратегически моделировать будущее для человечества. Это их проблема. для того, чтобы даже собравшиеся здесь люди или тысячи людей собравшиеся вокруг сути времени превратились в стратегически моделирующую группу. Нужно поднять образовательный уровень раз в 50. Потому что занимались этим и как подобает в любой стране мира 30, 40, 50, максимум 100 человек в Советском Союзе. И практически все эти 100 человек предали. Все. Мамардашвили не предал, Библер не предал, Баткин не предал. Что перечислять дальше? Все. Но главное это заключается в том, что рядом с этой группой находились институты. Они воспроизводились, приходила молодежь, было время для того, чтобы создавать все эти чигетские или какие-нибудь еще форумы, чтобы все время перетирать всю эту абстрактную, философскую, мутную субстанцию, из которой в конечном итоге создается способность самим что-то писать, любые законы. Теперь все потеряно. легче новый самолет сделать, чем это. А те, кто остались от этого прошлого, я же помню, я выступал на какой-то программе телевидения, мне звонил один из таких товарищей, и говорил, спасибо тебе, спасибо за то, что ты все сказал, все про это сказал, вот я говорю, ну ты выступи сам, скажи. Говорит, нет, извини, пожалуйста, я работаю в корпорации Чубайса, зачем это я буду это говорить? А, да, еще раньше же это было, был такой побис Григорьевич Кузнецов, кто-то помнит, может, из старшего поколения, да? Значит, он очень бурно отреагировал на мою книгу постперестройка, обнялся, все, и звонил своему другу, и говорил, слушай, ну ведь мы же, так сказать, из этих партийных хлеба ели, нам, так сказать, все, все возможности предоставляли, мы должны были написать эту книгу постперестройка, а не Кургинян, написал Кургинян, да? Ну давай мы хоть его поддержим. На что было отвечено, Кургинян сейчас раздавит машина, так сказать, антикоммунистического переворота, а я хочу и дальше писать свои книги. Пусть я увидел эту книгу, она состоит из, так сказать, хитросплетений булевой алгебры, в которых нет никакой мысли вообще. Я, слава Богу, могу читать булевую алгебру и понимать, когда ее пишут для того, чтобы пижонить, а когда для того, чтобы выразить содержание. Значит, это все ушло. Теперь посреди этого ушедшего я все время воспроизвожу некоторые анекдоты, потому что мне кажется, что они очень ярко характеризуют действительность, гораздо ярче, чем любые теории. Я считаю анекдоты моделями. Есть такой советского времени анекдот, так сказать, о том, что, значит, китайский комментатор описывает ситуацию на чемпионате мира по конькам. На лед выходит американская спортсмена, лед очень плохой. американская спортсмена, плебает лед ногой, не может ходить и уходит со льда. Проходит европейская спортсмена, лед очень плохой. Плебает лед, чуть-чуть плебает безач, ходит с дистанции. На лед выходит советская спортсмена, плебает, лед находит, лед совсем плохой. Советская спортсмена говорит вольсебное слева «хуньсим» и выигрывает дистанцию. Так вот, значит, мы ехали сюда, Мы ехали сюда, советская спортсмена сказала волшебное слово, хуньсин, нажала на газ, крутанула баранку, и мы поехали вот сюда. Как машина не завалилась, понять нельзя, и мы едем. Поскольку ехать некуда, то едем мы вот так. Есть две динамические системы, которые имеют устойчивость в результате, как следствие своей динамики. Знаете их, да? Все знают одну, что это велосипед, двухколесный велосипед. Пока ты вертишь педаль, он ей. А второе никто не говорит. А второе – волчок. Он крутится, и за счет этого устойчивый. А есть еще третья система, которая называется кубарь. Знаете, что кубарь? Это волчок, который раскручивает, а потом там веревкой, кнутом вот так дает, он в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. Значит, сейчас эта система вот так вот вертится. Вот все эти, значит, как бы выступления Примакова, там все остальное. Все рассказывают, говорит о том, ну давайте, или там Сванидзе, ну давайте станем Шарлиевдо и опять пойдем сюда. Но поскольку и тут-то крутанули, потому что было ясно, что пути нет, то и поскольку пути по-прежнему нет, то повернуть машину сюда невозможно. И это не вопрос ДНР и ЛНР. Это вопрос Крыма. А вопрос Крыма, помимо прочего, это вопрос политического лидера страны. А вопрос политического лидера страны – это вопрос политической системы. А демонтаж политической системы – это глобальная нестабильность внутри. А глобальная нестабильность – это распад. Поэтому как только начнется разговор о том, чтобы сюда вот повернули, будет ясно, что вот при этом повороте тут образуется какая-нибудь рыхлая конфедерация непонятного образца. И недолго она просуществует. Значит, поворота этого быть не может. Но и вращение быть не может. А самое главное, что машина-то осталась прежней. Вот господин Греф, являясь руководителем Сбербанка, публично говорит, что будет происходить при цене ниже 45. А он имеет право это говорить? Он же не эксперт, он руководитель крупнейшего банка. Он что говорит? Он говорит, у нас у банков будут кризисы. А когда банк, обществу говорят, что у банков будут кризисы, что возникает? Кризисы. Так что он делает? Чтобы сбывающийся прогноз. Но это естественное свойство. Если завтра Аркфеллер выступит и скажет, что там честь Манхэттена и все остальные, ждет неминуемый крах. Все побегут в честь Манхэттена, будет крах. Значит, это вот у этой сороконожки там 35-я нога. А здесь есть еще комитет. Это нога. И это нога. И это же, она же вся не может сюда ползти. Значит, процесс делится на фазы. Первая фаза. Как вы помните, мое выступление, может быть, мы здесь сидящие, наверное, многие помнят, 15 марта, я говорил, элиты считают, что холодной войны не будет, а я предупреждаю, что будет. Помните, да? Значит, говорилось, что холодной войны не будет. Возьмем Крым, а холодной войны не будет. Теперь второе. Холодная война есть, но она обратима. Третья наступит в апреле. Будет сказано, холодная война есть, и она необратима, но работать будем с этой же сороконожкой. С этой системой, да? К где-нибудь августу-сентябрю будет сказано, этой системой нельзя работать, и у какой-нибудь сороконожки оторвут там одну лапу, она завоет, потом другую лапу, и вообще прекратит ползти. Но это не будет означать, что кто-то пересел на какое-то другое существо. И, честно говоря, готового существа, на которого можно пересечь, вообще нет. Его нет. Вот что важно-то. И никто не занят тем, чтобы его лихорадочно делать. А это, между прочим, операция кошмарного масштаба. И в конечном итоге надо определить, куда мы идем. Мы идем в нацизм. Я сейчас отвечу, скажу, какую-то страшную вещь, да? Если бы Гитлер жил в многонациональной стране и хотел всего того, что он хочет, он бы никогда не сконструировал нацизм. Понимаете? Потому что нацизм сконструирован. Вопрос не в том, я его ненавижу, все это знают. Я говорю сейчас по ту сторону чувств. То есть нацизм сконструирован для мононациональной страны с небольшим привеском враждебного населения-евреев. Для этой системы нацизм может быть сконструирован. Для многонациональной страны вообще работать не может. Гитлер не трогал славян в пределах его же элиты. Кто такой фон Белов? Это Белов или это фон Белов? Мы не знаем. Это темна вода. Просто уже давно смешались эти элиты, и расковыривать он их не хотел. И между Баварией и Пруссией разборки устраивать он не хотел. У него была мононациональная страна, спаянная Бисмарком. Он хапнул Австрию, объявил ее единым целым и присоединил какие-то еще области. И все. Здесь заведомо многонациональная империя. Какой нацизм? Ну какой нацизм? Значит, это направление запрещено. Теперь говорится, халифат, это самое, Чингисхан. Халифат, это же не пустыня, да? Ведь ни верблюдов не хватит. На медведях будут ехать. Кто хочет на этих холодных просторах делать какой-то халифат? Какой халифат? Какой Чингисхан? Тюрок здесь процентов 20. Что они здесь будут делать? Они, так сказать, террор по отношению к слоянскому населению будут устраивать? Что это все за бред? Не говоря о том, что говорил, повторяю. Для чего было сделано евразийство натурально? Не люблю его, считаю, искусственной конструкцией. Для чего? Как постсоветский вариант ухода от Запада. Ухода от Запада. Запад – это зло. Уходим, поворачиваемся к тюркам на восток, идем к ним. И с ними дружим. Правильно? Советский. Теперь возникает какая-то идея, что мы будем со всем черным интернационалом дружить. И с Мари Липен будем дружить. Еще какое-то евразийство. Почему оно нео? Потому что оно теперь говорит о том, что все консервативные элиты Запада – наши друзья. Ну, так при чем тут евразийство? Евразийство имеет одну основу – лютую антизападность. Запад – чума. Открещиваемся. Значит, это все тоже бред. Куда идем? В Российскую империю? В каком смысле? Ну, как он? 21 век. Она же почему-то развалилась. Ислам никогда не примет тех условий, которые были в Российской империи. Коммунисты построили очень выгодную конструкцию. Сверху что-то, оно по сути русское, по форме интернациональное. Союз Нерушимый Республик Свободных сплотила на веки Великая Русь. Что это такое? Русское по сути, интернациональное по форме. Здесь находятся конфессии и все, что угодно еще. И дальше эти конфессии могут как угодно играть, оставаясь при этом синтегрированными. Как только они выпирают вперед, возникают межконфессиональные конфликты, вы имеете все удовольствие, связанное с конфликтом цивилизации. Кто-нибудь сейчас готов строить русскую цивилизацию? Вот при тех параметрах общества, которые есть, вот прямо с чистого листа, ну это же невозможно. Об этом можно сколько угодно говорить. Значит, нельзя построить. Цивилизация определяется типом религии. Значит, это православная цивилизация. А с исламом что делать? Конфликт цивилизации, да? Значит, не только на Кавказе, где открывается цивилизационный шов, а еще и в Татарстане. Ну и конец. Значит, единственное, куда это все может идти, это в так или иначе модифицированную советскую сторону. И вопрос сейчас определяется тем, как модифицируется советская страна. Как? Первое, что надо признать, как давно говорил, что глубочайшее заблуждение Советского Союза и коммунистов заключалось в войне с религией. Все, зафиксировали, покаялись, сказали, это глубочайшая ошибка. Все правильно. Начали строить синтез, там, в духе теологии освобождения, чего угодно между регионами. Выдвинули другую концепцию. Дальше сказали, что нам на сегодняшний день абсолютно не нужно это тотальное государствление. Мы хотим государствить назад в экспортные отрасли, и найдете деньги кормить армию, бюрократию, образование, медицину и ту часть населения, к которому это замкнуто. То есть ядро. Ради Бога. Вы хотите из ваших ресторанчиков, вы хотите ваших строительных фирм, вы хотите еще угодно, сколько хотите. Мы снимем часть налогов. Отдайте нам это ядро. И мы 10 лет будем возиться с этим ядром. За 10 лет, если установится отношение, вы проявите лавиальность, и процессы мировые будут одним образом идти. Мы оставим эту периферию. Будет Китай в улучшенном варианте. Если нет, мы повесем себя жестче. Это уж будет зависеть от мировых процессов. Зачем это предопределять сейчас? Только невидимая рука расставляет приоритеты. Это ложь. В сложных, нелинейных моделях, которые существуют, соборегулирование не происходит. Во все эти путенообразные модели, которые сейчас существуют, исключают этот принцип саморегулирующего существования. Значит, нам нужно восстановить для этого ядра соответствующие директивно-планирующие системы. Кто хочет, находится в госсекторе и работает по его законам. Кто хочет, работает в частном секторе и по его законам. Надо вернуть эту многоукладность. Экономически понятно, культурной и ценностной. Опять-таки понятно, что никогда мы не будем противопоставлять до русских, до советский период советскому. Никогда мы не будем заниматься оголделой, апологетикой какого-нибудь из этих периодов. Мы везде будем видеть великое, мы будем переживать везде трагичное, мы будем понимать это трагично и у нас возникнет вот эта священная история. И, наконец, последнее стратегическое заключается в том, что Россия сейчас должна впервые сказать, что Запад рухнул как субъект развития, что он не может указывать цели человечеству, что он претерпел колоссальную постмодернистскую мутацию, которая фактически превращает его в источник, так сказать, антиразвития и античеловечности и дегуманизации. Поэтому Россия как альтернативный Запад берет на себя вопрос о цели и полаганиях в уровне мирового развития и берет на себя в мировой симфонии главную роль в том, что и есть ее ноу-хау целостность. А значит, вообще другой тип развития. Тип развития через конфликт всех против всех отменен. Мы не можем дальше идти этим путем. Мы не можем считать, что человек есть константа, а техника вне зависимости от человека растет вперед, потому что это чреват мировых катастроф. Значит, мы должны создать человека доминированное развитие, развитие, в основе которого лежит колоссальная трансформация человека. И мы определяем здесь свое прошлое коммунистическое как как бы раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей в каждом человеке. Что есть восхождение для религиозного человека. Все! Мы больше ничего оттуда не берем, нам этого достаточно. И здесь наши собственные ориентиры, здесь наша симфония, здесь наша соборность и все остальное. И мы предлагаем человечеству эту путь. Не хочет, пожалуйста, мы сами идем с теми, кто хочет. Как только эта машина куда-то двинется, и ничего тут не надо, так сказать, заливать улицы кровью, менять, так сказать, все, шиворот-навыворот, как только эта машина куда-то двинется, само это движение дальше будет подсказывать все коррективы. Нам нужно высокоточное оружие, потому что через 10 лет все наше ядерное оружие ничего не будет стоить в условиях отсутствия высокоточного оружия. Нас уничтожат раньше, чем мы пыркнемся с нашими стратегическими ракетами. Нам нужны соответствующие приоритеты, потому что мы не можем дальше полагаться таким образом на, так сказать, экстенсивный путь, каким полагались. у нас просто нет населения для того, чтобы опять пахать на женщинах или на коровах, распахивать всю заросшую землю. Нам нужны постиндустриальные аграрные технологии, нам нужны постиндустриальные технологии вообще, нам нужно научиться малым количеством людей осваивать большие территории. Мало ли у нас проблем в 21 веке. Мы каждую из них будем решать сами. у нас будет мощный госсектор, у нас будет вот такая поселенческая, так сказать, общинная, суперпродвинутая вперед система, в которой будут жить те люди, которые хотят делать постиндустриальное завтра. У нас будет рыночный арьергард, и мы будем двигаться как единое целое с этим рыночным арьергардом, с основным телом государственным и с этим постиндустриальным общинным телом. Я хочу сказать одно, что вот этот волчок не может длиться больше, чем еще шесть месяцев. Либо его поволокут назад, и здесь будет полный конец, либо он начнет разваливаться здесь, либо он дернется в направлении, которое не просто не отвечает нашим ценностям, да Бог бы с ним, а в таком направлении, в котором немедленно все взорвется, в считанные месяцы. В считанные месяцы. Что мы в принципе имеем сейчас в качестве основополагающей политической ситуации в стране? Мы имели, как и имели, элиту, которая на 95% мощнейшая является антисоветской, и население, которое на 95% становится диффузно-советским, неосоветским, протосоветским, парасоветским, но советским. Любой выборный процесс означает, что это нельзя не учитывать и не ставить во главу угла. Все. Это состоялось. Ре-советизация произошла в значительной степени. Мы помогали ею в передачах в суд времени исторический процесс, но она состоялась даже чуть раньше совокупными усилиями многих людей. Окончательно она оформилась на этих телевизионных передачах, когда все стало понятно. Мы имеем ре-советизированную страну с точки зрения общества. Либо диктатура какого-то меньшинства над этим ре-советизированным большинством, но тогда эта диктатура не может существовать в условиях, когда еще у нас антизапад. Тогда это должна быть диктатура прозападная. Она может быть белой и какой угодно. Антизападная не может быть. Либо неосоветская демократия, на основе которой и неосоветская мобилизация. И на все это отведено времени, вот уже не три года, как я говорил, а шесть месяцев. в противном случае произойдет самое тяжелое из того, что есть. А самое тяжелое из того, что есть. Это не доллары, не что, это вот это окружение, этот кубарь. И попытка, что можно дальше на этой сороконожке ехать в прямо противоположном направлении. нельзя. Что произошло с Лесиным? Одним из крупных чиновников и операторов телевизионного рынка. Он сам ушел. И это одна из первых ножек у сороконожки, которая отвалилась. И пошла своим путем назад, туда. Потом будут отваливаться другие ножки и части тела. И окажется, что сороконожка недвижима. И все. Значит, надо быстро сооружать то, на что можно сесть. Вся инициатива находится в руках у власти. И вопрос сейчас не в том, чтобы, так сказать, ставить какие-то условия, что-то диктовать. Вопрос в такой стратегически спокойной паузе. И в том, чтобы на уровне этой паузы осознать. Невероятная неблагополучие ситуации. Невероятная опасность того, что весь этот Запад вместе, как бы он ни был разложен, капризен, изнежен, он, как поздний Рим, собрался против нас. И что мы при этом находимся вот в этом вот кубаре. То есть в состоянии фактической стратегической неопределенности. И эта неопределенность страшнее, чем что бы то ни было. определиться быстрее, определиться разумно, определиться понимая, что все направления альтернативного движения из этой точки перфоркации, они являются тупиковыми. Вот это надо убеждать спокойно, корректно, разоблачая подозрение в том, что это наш согласной выбор, что это нам так нравится, поэтому мы эту модель рисуем. это не потому, что нам так нравится, это потому, что так состоялось, это потому, что фактически 95% населения вот-вот будут ресоветизированы, это потому, что никто ни о чем не говорит, кроме в иных выражениях, кроме а ведь Советский Союз, это было так хорошо, что говорит комитиноземцев, ну Советский Союз, это была великая страна, а теперь что они чатся это повторить, это же нельзя один к одному, потому, что та конструкция развалилась, она была великой, она дала огромные достижения, к ней есть только один вопрос, она развалилась, нельзя повторять конструкцию, которая развалилась, значит, эта конструкция должна брать лучшее оттуда, вносить коррективы на 21 век, видеть, что именно было ошибочным принципиально, и дальше так сказать, двигаться форсированно вперед, желательно с минимальными конфликтами по отношению ко всем окружающим, потому, что там слишком долго надо заниматься собой, вот к чему надо быть готовым, или что надо все время продвигать в течение всего этого года, спокойно, разумно, корректно, и без всякого выпячивания чего-то там, что вот, мы и есть тут самые лучшие, не мы есть самые лучшие, есть объективная реальность, и эту объективную реальность всем придется осознать в качестве таковой, и вопрос тут не в том, кто любит эту реальность ценностно, а вопрос в том, кто любит Россию, потому что никакой альтернативы этому движению просто нет, нет и все, я считаю, что рано или поздно это должна понять церковь, и она движется в эту сторону, по крайней мере, своей частью, рано или поздно это должны понять все конфессии страны, рано или поздно должны понять меняемые националистические силы, а после этого уже вопрос будет в том, как осуществить большую сборку, назначаю ее сроком 22 июня 2015 года. Вот все, что можно здесь сейчас сказать по итогам и перспективам, итогам прошедшего года и перспективам будущего. Спасибо. 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 Продолжение следует...